О, кажется, запись пошла. Офигеть, можно будет потом записывать на диски и продавать в Россию. Подожди, нет, в Россию новейшее сразу лучше, да? Потому что диски, какие у них диски. Так вот, насчет того, что руссотуристы всегда бухие, я бы не сказал, что это совсем уж стереотип, потому что они часто реально бухое, бескультурное быдло. А если вы хотя бы раз в жизни видели, как русские туристы впитаются в формате шведский стол, вы это зрелище не забудете никогда. Потому что это судочки, это нагребание всего, что есть с собой, чуть ли не в карманы, распихивание. Реально такое ощущение, что люди откуда-то из, не знаю, из прошлой эпохи откуда-то вырвались. Впервые увидели нормальную еду, но еще и халява, халява взять-взять, да, и нагребают. Так, сейчас я щелкну вам «Вьетнам», и я еще попробую новый формат демонстрации экрана. Интересно получится линк. О, у нас тут очень, очень интересное фото было, на котором мы остановились. Так. О, надеюсь, работает. Да, 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 есть. Да, так, пожалуй, лучше. То есть видно только окно с фото, да? Да, и у него пропорции такие, что оно почти все окно занимает. О, отлично. Огонь, просто огонь. Хорошо. Вот тогда я. Ну, кстати, вот смотрю я на эту пачку гречки и вспоминаю фото, которое мне прислали из Болгарии. Тоже пачка гречки, но, как я потом узнала, что по-болгарски гречка звучит очень, ну, скажем так, нетипичная и непривычная для русскоязычного человека, потому что на болгарском гречка – это, извините, елда. Бывает. Why not? Так, сейчас, ребятки, одну секунду. Я еще в фейсбуке кину. Меня просили ссылочку на нашу всю эту вакханалию, и я буду вам трындеть. Ну, что сразу вакханалия? По-моему, вполне милые посиделки. Чем тебе не нравится культ вакха? Не хватает костра и песен, ну, то такое. У тебя, пожалуй, без. У меня дождь за окном, поэтому тоже, пожалуй, воздержусь. Так, сейчас. Вакханалия – это праздник в честь вакха, все нормально. Ну, мы что-то не бухаем. Только бухать. А вакханалия – это еще. Да, это еще и за беспорядочные половые связи, как это сейчас принято говорить, за безумие. И, ну, вообще, если на что-то пошло, у древних греков не было отдельного слова для любовь. То есть могла быть любовь там такая, всякая, такая, пятая, десятая. Ну, как нету эскимосов слова «снег». Так что вот вакханалия – это одна из форм, так сказать, любви. Девочки и мальчики, ну, мы все здесь из ролевого движения. Как говорится, чтобы я не включала тетю Сару, не учите меня жить, лучше помогите материально. Итак, я прослушал тетю Сару, простите, но я снова с вами, и мы смотрим на водку и гречку. Гречку и водку. И это не просто гречка и водка, а гречка и водка от звезд нашего дарк-фолк-кантри-музыки. Угадайте, кого. Ты в прошлый раз даже не спалил. Ну, вот, да. Короче, приезжала Саша в гости, да. Как я писал потом в ФБ, подарила мне Саша однажды… Что ж. С водкой этой, кстати, я думал, думали-думали, что с ним делать, что с ним делать, что с ним делать. В итоге просто оставили на квартире и хрен с ней. Так вот, так вот, так вот, так вот, сейчас будет интересное. Ля-ля-ля. О, Вьетнам. Короче, во Вьетнаме есть местный… Сейчас меня будут бить тапками, но… Гауди… 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 Куда ударение? Не знаю, что он, но он… Короче, а, вот Гауди такой чувак, который в… В Испании построил знаменитое здание «Саграда Фамилия», которая с очень там интересными формами. Так вот, в Вьетнаме жила его поклонница, которая училась в Советском Союзе, потому что многие вьетнамцы учились в Советском Союзе. Это дочь президента Вьетнама, которая решила построить в Вьетнаме что-нибудь такое офигенное и построила что-нибудь вот сейчас, вот такое офигенное. Это очень большой комплекс, очень большой комплекс, в нем нет ни одной прямой линии, ни одной правильной геометической формы, в нем все максимально странное, такое плывущее, изогнутое, вот такое вот. Поэтому можно ходить, там есть лестницы, в этом можно жить, там есть комнаты, сдаются туристам за определенную плату, вот такие вот комнаты. А вдохновлялась архитекторша, угадайте, чьей мифологией? Медведь, наверное, это были эти, конговцы. В Бразилии, а не иначе. Но смотрится это все прям очень странно, но прикольно. Очень странно, предельно странно, максимально странно. Это самое странное здание, что я видел в этой жизни. Вот лестница, по лестнице можно зайти на крышу, перейти через крышу, перейти на следующее здание. Вот так. Вот сейчас эти здания были не только яркие, но и токсичные. Кто-что? Ребят, я вас не слышу. Эх, а в ответ тишина. Лест не сняется. Говорю, лесенки, конечно, такие, что вот прям офигеть. А в целом все напоминает. Помнишь эту книжку бессмертную? Вот что-то есть этакое. Возможно. Вот. Ну точно, краски были не только яркие, но и токсичные. Я склоняюсь больше к версии, что это был очень крепкий вьетнамский кофе с авокадо. Ну, кофе с авокадо, кстати, тема. Это вьетнамцы просто очень любят кофе. И они просто любят кофе, как кофе. Сварил и пьешь, да? А кофе с авокадо, смузи из авокадо. Кофе с йогуртом. Тоже, кстати, охрененно. Кофе со взбитым белком яичным. Странная штука. Кофе в очень разных вариациях. Кое-что из этого прям огонь. Кое-что из этого я бы такое каждый день не пил. Но вариаций много. Кофе с чесноком, кстати, тоже прикольная тема. Кофе с салом, с чесноком, самое классное. Не надо, я только покушал. Застанем. Олесенькие. Олесенькие. Комнаты. Комнаты стоят каких-то немаленьких денег за ночь. И мне кажется, так, с удовольствием в них жить. Потому что ты там живешь. И мимо ходят туристы, пырятся. Такое. Это в стиле океанского дна дворик сделан. Матрошка. А, кстати, кроме матрешки, тут есть где-то избушка на курьих ножках. Это фамильное древо. Это родственники, собственно, архитекторки. А это самый старый ЖД вокзал в Азии. И, соответственно, поезда. Из поездов сделали кафешки. Из вагонов. Ты ходишь в вагончик, там кофе. Потому что во Вьетнаме просто везде кофе. Да, еще вьетнамцы, кстати, очень-очень-очень-очень любят фотосетить. Причем с профессиональной техникой. Вот вьетнамцы и корейцы, которые Южная Корея. И везде, где есть что-то похожее на какую-то плюс-минус инстаграмную локацию, там будет бас с объективами, штативами, там с тремя платьюшками с собой, чтобы переодеться и пофоткаться еще. Везде, где может быть фотосет, будет фотосет. Вот. Мне говорили, что вьетнамский латиница. Окей, латиница. Я думаю, что научиться читать это все равно легче, чем научиться читать какие-нибудь мудреные иероглифы с диакрипией. Возможно. Но вот последнее слово, которое «транг», да, это «чанг». Вот это, которое «нхат» — это «дат». Что там еще? Там было «д», которое читается как «а», вот «да». В этом слове читается «да». Мар, после этого, после Гельского и его замечательной фонетики и грамматики, мне мало чем можно испугать. Уел. Все, понял. Уел. Не вопрос. Тут я даже не буду с ним говорить. Есть такие штуки, когда две буквы означают какую-то третью, которая вообще не похожа на эти вот первые две. Поэтому это вот самое главное. А, кстати, мы вьетнамском. Они, видимо, где-то рядом. Краще б вы не плавати вивчились, не штукляту мову думали. Это не просто вау. Это так называемый храм битой посуды и вся его облицовка из битой фарфоровой посуды всех зданий. Это не так, что любовь к китайскому. Офигеть. Я там в какой-то момент просто задолбался все рассматривать и фоткать. Надо какие-нибудь еще съездить. Я устал. Слишком много всего. Это нужно в пару заходов. Вот. Прикиньте, да, люди ручками вот это вот все выкладывали. Азиаты, в принципе, известные задроты. Да. Вот вся эта облицовка, вся-вся эта облицовка, это битая фарфоровая посуда. Пытался нагуглить, почему так получилось. Откуда вообще пошел такой. дизигн оригинальный, к сожалению, не нашел. Вот тут прям видно, что это были какие-то расписные посудины. Как называется стиль росписи? С вастоны, буддистский символ, все правильно. Как называется роспись эта синим по белому? Сахлава? Это ты про гжель, что ли? Гжель? Гжель. Я их путаю. Я быдло, мне можно. Гжель. Еще гжель. Какой такой горош. И Wi-Fi. Конечно, Wi-Fi везде. Кофе и Wi-Fi обязательно. У меня даже в самой-самой жопе в Вьетнаме, там где-то посреди горы джунглей 4G стабильно. И очень дешево. То есть ты покупаешь 100 гривен, по-моему, в месяц покупаешь 4G и пользуешься на здоровье. А я тебе скажу, что в этих вопросах, в вопросе какой-то технологичности и джитализации, как говорится, Азия намного продвинутее Европы, намного, 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 в плане интернета и доступа к нему, приложений каких-то, в плане ценника на это все, в плане скорости этого всего. Но я тебе больше скажу, в этом плане даже Украина более продвинутая, чем Европа. Потому что за все нахождение в Италии я бесплатный Wi-Fi увидела только в одном единственном торговом центре. Ну, у нас, как бы, в принципе, сам знаешь, Wi-Fi по городу не меряна. Да, 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 да. А вот на этот колокол ты... А? Что? Лапка, просто такая большая птица. А, это какой-то очередной категорошек? Я думаю, это... Ох, как его, как его, как его... Вариация на тему... Что ж мы с ними со словами, а? Путешествие на Запад, главный персонаж. Этот король обезьян. Да, 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 да. Вот, я думаю, это вариация на эту тему. Ну, типичная, кстати, храмовая штука. Сейчас. Так, 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 так. Как вам масштабчики? Это что же деревянная получается статуя? Нет, там дерева очень мало используется. Нет, это все камень. Во Вьетнаме с деревом такое. Больше в мрамор, в камень. На облицовку можно втыкать вечно. Будды и монахи. Монахи и Будды. Нет, монах не настоящий. Это обосковая фигура, да? Это монахи и Будды. Кстати, мне понравилось. Видите, вот красные стаканчики. Я так понимаю, что раньше... Ну, это, это подношение, да? Раньше это было что-то либо с кровью связанное, либо какие-то вот ягодные соки. Знаете, как сейчас выкручиваются? Энергетик. Красная фанта. Вот подношение, где должна быть какая-то красная жидкость, просто наливают красную фанту или ставят просто бутылочку с красной фантой. Пайзлые, конечно. Современные времена, да, требуют современных решений. Но на самом деле, почему бы и нет? Я целиком и полностью за осовременивание каких-то ритуалов, верований, а не как вот некоторые, простите, не будем показывать пальцы, но это иудеи, да? Как застряли две тысячи лет назад в каких-то шаблонах, в каких-то запретах. И так до сих пор в них и живут. Хотя эти запреты уже не имеют никакого смысла абсолютно, никакой логики, но все равно надо соблюдать все 360. Вон в католических церквях эти электросвечечки. О, вам понравится. Ой, как оно нам нравится. Шоу Дэн Крайми, а что там дальше? Что-что? Шоу Дэн Крайми, а, Сноуден. Сноуден, Сноуден. А ты не в курсе скандала со Сноуденом? Да, я вообще как-то. Был такой чувак, разведчик, который слил очень-очень-очень-очень-очень много очень-очень секретных разведданных. В том числе о России. Очень много. Вот больше него, мне кажется, слил только Асанж. Но Асанжа поймали и посадили. И он вроде бы сидит до сих пор. А Сноуден, Сноуден, Сноуден сдался. Из таких говорящих фамилий на эту тему был еще Кевин Митник. Ага, ага, ага. Вот. О, вариации на тему классики. Манга, манга. Манга, да, манга. А почему нет? Я в Турции видел мангу на тему греческих мифов. Доступная форма подачи просто, понятно, лаконично. Почему бы и да? А это не туман. Это я в туче. Высокогорье. Я поднялся высоко в горы, ехал и въехал в тучу. Было холодно, мокро и противно. Зато не жарко. Не то слово, да. Вьетнамские города. Просто я катался, просто катался по горам и вот такие виды с трассы. Просто едешь на мопедике своем и наблюдаешь вот такую красотень. Это сповые наборы стандартные. Я фоткал еду. Тупо это все закидываешь, в кипяточек варишь и готовый сучек. Еда из окна. А это еще одна фишка Вьетнама. Грязь для лечебницы. Вьетнам же в том числе всеазиатская здравница. То есть можно пойти и поваляться в грязи. И для этого не обязательно заходить в комменты под YouTube видео русских блогеров. Можно просто в ванну окунуться. Можно еще похрюкать. Да. Ну там комплекс. То есть ты сначала в ванной валяешься, потом вот душ, Шарко тебя массажирует, потом бассейны там с минеральной водой горячей, с минеральной водой холодной. Делаешь понтовые фоточки в Винсту, потом валяешься, пьешь свой кофей, потом окунаешься снова в бассейн с горячей, холодной, минеральной, простой водичкой. Офигенно. Там покупаешь билет, абонемент, и разные типы абонементов. Там можно просто, чтобы доступ к бассейнам и к ваннам, можно еще с массажем, можно еще с лечебным массажем, можно еще с каким-то спа на травах, с шугарингом, со всем-всем-всем-всем-всем. С кучей-всем ляций. Ну, короче, мы лишь бы денег поделать. Это же для здоровья полезно, для самоощущения. Говорю, извини, ты меня не услышал. Говорю, лишь бы денег хватило. А, да, 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 да. Ну, Вьетнам довольно дешевый, поэтому это все там, ну, до тысячи гривен. То есть, сто, двести, триста, и самый дорогой, там, около тысячи, но это прям, да, все в хогат, и чуть ли не доступ на месяц тебе дается. То есть, оздоровляйся не хочу. Ну, кстати, эту здравницу еще построили при вьетнамских императорах, там, несколько сокен лет назад, они там откопали, копали растительные каналы под поля, и поняли, что водичка-то минеральная, и решили, что зря минеральную воду переводить, давайте лечебницей сделаем. Вот с тех пор и повелось. И как-то рис приносил меньше бабла, чем у купальни. Да. Еще одна штука, по которой я дико скучаю, это креветочный соус с острым чили. Это ферментированный какой-то? Угу. Да. Утразарядка, утрособачки, собачки, собачки везде собачки. Вам нравится, да? Не пытайтесь почитать то, что написано под толки, но... Кстати, во Вьетнаме я вообще не видел книг на английском. То есть во многих странах есть книги на своем языке, и параллельно хотя бы один отдел на инглэше. А во Вьетнаме нет. Все чисто на место. Очень много книжных, очень читающая нация, прям очень много книжных, и все исключительно на место. Классика. Такое баловство. О! А, кстати, перемога. Прикольно. Где Хайковская фабрика ВК. И, кстати, Рошен много где есть. Рошен за границей реально много где, и котируется как качественные конфеты, качественный шоколад. Ну так он реально вкусный. Да, да, да. Да, такое. Он с сахаром. На вкус и цвет все шоколадки разные. Я, допустим, крутирую. Считаю только бельгийский шоколад, если брать именно шоколад. Только не говоришь, что это тоже какая-то восковая фигура. Нет, уличные портные, просто тетушка сидит, если срочно нужно, не знаю, штанину подшить или рубашку заштопать. Ты вот такой подходишь, даешь, пошел там погулял, кофе попил, вернулся, тебе все готово зашлить. В жарком климате просто многие вещи проще, приятнее, удобнее делать на улице. Так просто небо. И так как на улицах чисто, на асфальт почти нигде там не плюют, не кидают бычки, бутылки стекла, все отношение к сидению просто на земле на улице совершенно другое. То есть нету какой-то брезглиности, то есть ключи. Если дождик, это получается, а что, так можно было не плевать на тротуары там, где ты живешь, не буду кидать бычки всякие, где живешь, да? Е-мое. Надо же. А кстати, в Азии в целом довольно мало курят, кроме некоторых стран, типа Лао, куда французы принесли моду на курение, в Азии в целом мало курят. В некоторых странах распространен бетель, но это будет отдельная, очень отдельная сказка. Надеюсь, меня не слушают нарконадзор. Вот. А курят мало где. А это, знаете, на корице смалят довольно крепко. Да? Буду знать. Видел пару раз, именно прям, не Орел и Решка, а нормальная передача. почему я? Я не особо смотрела это всякие идеи эти. А что вам так этот Орел и Решка? Сильно все нереально и вылезло. Потому что это шоу. Это шоу, я просто знаю людей, которые были в команде Орла и Решки, которые участвовали в съемках, и они рассказывали, что вот там даже отели, в которых типа живут участники, они на самом деле их арендуют на час-два, отснять материал типа на несколько дней, и все. Там это тупо постаново. И болеть вставать в нормальное место, да? Это шоу, и это шоу, которое преподает информацию, основанную на стереотипах. Они вот берут, перекручивают какие-то стереотипные штуки про любую страну и подают это так, как будто истинительно вся страна так живет. Я вот видел выпуск, где чувак в Японии идет там за каким-то японцем в татуировках и такой в камеру типа шепотом вот смотрите, смотрите, это настоящая якудза, таких в Японии полно. Если он сейчас обернется и меня увидит, он меня зарежет прямо здесь на улице, и это для Японии нормально. Поэтому я вот иду и снимаю на камеру. Да, да. Я смотрела про Австралию и прихренела. То, что я смотрел и потом оказывался в этих местах, в этих странах, да, контролстники говорят, есть нормальные плюс-минус выпуски вроде как, и мне лично нравится Птушкин, как он снимает сольные свои выпуски, вот тревел-блоги на Птушкин, он снимает просто тревел. Просто путешествие, красиво, там, с трех дронов десятка камер, хорошо рассказывает, хорошо снимает, без его откривляния, без его шоу на публику, мне нравится. А это перед вами елочный базар, кстати. Просто в Вьетнаме на Новый год... Хотел рассказать что-то подобное, но возвращаясь к теме чистоты, хотела сделать вот такую небольшую вставочку. Ехали мы через Германию, и да, действительно, поражает просто нереальная чистота. то есть нет валяющихся кульков на обочинах, там, берега речи, не засранные. А ты знаешь, Это природа не сказать, чтобы вылизанная. То есть, понятно, что едешь там вдоль леса, грубо говоря, видны буреломы и все такое, но при этом вот нереально чисто, плюс офигенные дороги, просто офигенные. И при всем при этом просто до глубины ты поразил заплеванный вокзал в Мюнхене, где у тебя ботинки просто прилипают к асфальту. А ты знаешь, сколько стоит выкидать бычок на автомобиле? Ну, по крайней мере, стоило. 400 евро. Ну, там конские штрафы, я знаю. 400 евро. Именно они заставляют любить природу. Нет. У нас тоже вроде как кофейные штрафы есть, только их взымают, а не а-та-та пальчиком погрозили или поставили так, что они садили. Это взаимосвязанные вещи. Я когда-то писал для одного издания материал по экологическому воспитанию и образованию, да, и везде это были связанные вещи. То есть ты параллельно вводишь кнут и гряник, ты вводишь штрафы, наказания и поощрения. Например, в других странах автоматы для приема бутылок пластиковых и стеклянных, которые тебе дают там денюжку или как в Турции, ты сдаешь пластиковую бутылку и тебе выдают корм для котиков. А котики – это святое. И ты сдаешь мусор и идешь кормить котиков. Красота. Вот. Елочные базары. Штука называется цитрин, он же рука Будды. Выглядит очень прикольно, на самом деле несъедобное и чисто украшение. Украшение праздничного стола. Цитрон, может быть. Да, цитрон. Цитрон, сорян, оговорился. Это все вот новогодние, новогодние всякие цветы, новогодние деревья, потому что как раз был китайский тире вьетнамский Новый год. Традиционные фонарики красные. Короче, рынок елочных украшений. Елочных там мало украшений. Когда-то такое продавало на правах реализатора. Правда, все это выдавалось за китайское, но я-то в умное, я в книжку посмотрела, что откровенно вьетнамские приколюхи, они типа покрасившие, и на тот момент было дешевле их привезти в страну. Понял тебя. Ну, вот да. отдел, в котором работала, извиняюсь, отдел, просто в котором работала, специализировался, типа как, пытался по феншую, ну, а китайщина была дороже. В чем вообще, в чем минус вьетнамского, китайского Нового года, потому что две недели тупо все закрыто. Базовые какие-то штуки, типа, субъемаркетов закрываются можно на пять или шесть дней, а кафешки, кофейни, все на две недели, потому что во время китайского Нового года принято не как у нас дома с семьей, а наоборот принято путешествовать, принято ехать куда-нибудь, лететь куда-нибудь, идти куда-нибудь, поэтому на эти даты в азиатских, околоазиатских странах невозможно снять жилье на букинге, потому что все забронировано за пару месяцев до и все закрыто. И потом, когда заканчивается TED, когда открывается, я пришел в кафешку, я где-то минут, минут, час, наверное, искал посадочное место, потому что все были дорвавшиеся народ с семьями, невозможно нигде сесть, встать. А в то время у нас такой колы не было, в Вьетнаме уже была, это лучшая кола в мире с кофеем. То есть тебе двойной заряд больности просто в организме, по венам кофейничек. Огонь. Еще традиционная новогодняя штука, расписанная арбуз. Да, так я договорил, перевел. Да, я говорил, что я тоже подсел на эту Кока-кофе в Украине, и я специально, мне сказали, типа, чувак, а не много ли ты кофеина пьешь? Я специально посмотрел содержание кофеина в этой штуке, так вот, в одной такой баночке меньше кофеина, чем в одной чашке нормального кофе, так что все нормально. А, окей. Да, почему бы нет? Там сахара до хрена, хреново от одного сахара. А, оно без сахара. Кому чего, кому чего? Оно без сахара. Есть Zero Sugar, да, есть без сахара. Колош давно-давно уменьшает количество сахара, потому что у них были наезды большие, потому что, ребята, у вас дофига сахара на витках, диабетикам плохо, и они давно пустили линейку без сахара, с минимальным сахаром. И вообще, знаете, это очень такая большая проблема иногда, когда хочется кризировки с сахаром, а вместо нее сейчас большинство брендов пихают сахарозаменитель, как он называется? Аспартам это называется? Аспартам. Аспартам. Аспартам прикольный. Сейчас большинство на цикломат натрия перешли, вот Кока-Кола точно. Или так, или так. А в Кока-Коле смотрела Аспартам. Маленький-маленький автоп и лайфхак. В этих всяких Кока-Колах и Попсиколах добавляют ортопосфорную кислоту, которая уменьшает тошноту. Ну, чтобы, типа, ты не выпил дохрена сладкого, и тебе не было хреново. Вот. И смотрите, если мутит там от лекарства, от укачивания, вот это вот очень помогает. По себе очень классно проявлено. Кола и мятная конфетка. Мы малой помогают исключительно спрайт. В спрайте, по-моему, тоже есть автофосфорка, но я не уверен. Да вернемся к арбузам. Есть практически любые назировки. Относительно этих арбузов, они прям расписные, в смысле разрисованные, или их там вырезают? Вырезают. Вот сидит мужик и вырезают. И прям сидят и вырезают такие уличные вырезатели арбузов. Вот ты подходишь к нему, дядь, 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 вырежи мне новогодний арбуз. Он так вырезает тебе новогодний арбуз. Да. Вот вверху стоит готовый уже с дракончиком. Крутые арбузики. Это вы знаете, что объяснять не нужно. Верба, что ли? Да. Офигеть. Нафиг она красит? Чтобы ярко было. Чтобы ярко было. Любят азиаты ярко. Это я мопед фоткал, это я небо зачем-то фоткал, это я трассу фоткал, это я море фоткал. Море, кстати, красивое. Мелко. А, вот, вот, вот это чертова русская кафешка. Google Translate. Волька. 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 Водка. Фрукты банку кокосовый, кремов, рыба. Это тут скажешь, на поржу. Внизу, самая мягкая внизу. Цигарки, что ли? Табак лошади, табак кошки. Капля никотина убивает лошадь. Наверное, где-то так. Я не знаю, что имелось в виду, но я орал. Ну, написано мяу, значит, кошка. Море. А это я поломался. Еду, 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 чувствую, что я еду чисто по инерции, что двигатель не работает. Я такой, блин, а еду я посредине где, посреди трассы, с одной стороны моря, с другой стороны пустыня. Твою ж, бога в душу, мать. Докатился, благо там с горки было, докатился до ближайшей заправочки, и на пальцах, естественно, никакого не понимает, но на пальцах говорю, показываю, дергаю ручку, не заводится, не работает. Мужик на меня посмотрел, позвонил, брата Кума свата, позвал, показал на меня, отбуксирую этого белого на СТО. А как буксируется мопед? Ты садишься, отталкиваешься ножкой, катишься, держишь равновесие, и рядом едет человек на работающем мопеде и толкает тебя ногой. Вот сзади просто толкает ногой, чтобы ты катился. Да, техника безопасности на высоте. Что, 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 простите? Техника безопасности, охренеть. Короче, пригнали меня на это СТО, там пацаны разобрали, там оказалось, ну, папа автомеханик, да, привет, папа, я знаю, ты меня слушаешь, я чуть-чуть разбираюсь в том, как это работает, оказалось, топливные форсинки забились от песка, вот, они их почистили, а я же сижу, думаю, блин, сейчас же с меня, как с белого неместного, сдерут, наверное, тысячу миллионов. Вот, ребятки разобрали, починили, собрали, вообще на пофиге, то есть, то, что там белый заехал, пофиг, в Вьетнаме пофиг, вообще пофиг, белый, зеленый, красный, синий, черный, вообще пофигу, вот, ну, и говорю, сколько? Ну, на калькуляторе набирают, короче, оказалось, в пересеке на наши два бакса. А, 50 гривен, простите. Хорошие у вас, У меня привычка, у меня привычка считать все на доллары, вот, после разных стран привычка пересчитать все на доллары. Ну, два бакса, короче. А с буксировкой 50 гривен? Да, 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 да. Хренеть. Я такой, спасибо, спасибо, ребят, я покатился дальше, все, вообще без всяких, без там попытки, там, нагреть, без, вообще, как для местного, вот, и дальше покатился. Ну, видимо, они ни своих, не пинают, как тебя пинали, ну, тут смотрят, чувака пинают, наверное, свой. А, чувака пинают, а он не возмущается. Просто вьетнамцы очень, корректный вьетнамцы со свою долгую и разнообразную, скажем так, историю, мне кажется, белых наспотрелись, чтобы не смотрели. Там же всякие бегали, бегали, бегали. Вот белые дюны. Белые дюны. Вот ты едешь, и у тебя белые дюны. А это у меня ноги после того, как я проехал пару часов в шлепках, больше так не делаю. Сразу видно, с какой стороны солнышко было, да? Красивые, познакомые. Угу, угу. А это поселочек Муйне, он же Муйне, столица азиатского кайтсерфинга. То есть, там все в кайтах, весь пляж в кайтах, все небо в кайтах, все на кайтах. Если ты не кайтишь, там делать нечего. Ну, пофоткать, разве что. Там просто стабильный какой-то ветер, нужный, правильный, с правильной стороны, поэтому туда все едут кайтсерфить. Ну, фоточки получаются огонь. Инстаграмно что. Инстаграмно, а это знаете что? Варианты. Плохо. А есть чуть-чуть другой ракурс? Да, будет, 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 будет. Так, еда, дюны, дюны, дюны. На Энергодаре похожи, а зашибись. Укушу. Вот не верю, что Энергодаре прям вот настолько такие пустые. Пока, пока не увижу, не поверю. Так, это ты у меня завис или у всех завис? Не знаю, меня видно, слышно. Прием, прием. О, не, ну не такие барханы, но поменьше и с травочкой похожи. Приезжай, хоть сейчас. А там ракурсы мыски той. Что ж тут за дюны? Полутки. Рядышком рыбацкий поселок. А, да, вот такие два блюда морепродуктов обошлось мне что-то, ну свинишком, что-то порядка ста гривен. Это о ценах во Вьетнаме. Прикольно. Слышишь, а вот эти лодочки, это, я давно уже думал, какие-то специальные азиатские лодки, я такое видел в этих бунесенных призраками, когда там в одном моменте на лодочке плыва. Вот эти? Такая круглая лодка с одним веслом, каким-то образом этим одним веслом можно грести. Ну, лодочка, типа. это оно. Это вот эти тазики, да. Это вот оно. Там потом будут фотки дня. здоровья, красота, чай, красота. Чай, кофе, красота. Рассвет. Красный рассвет. Да. Дима тур. Чай, кофе, шелк. Да, как вы поняли, там много русских. Это просто прикольная, там, спинчательность природная, глиняный каньон, по которому течет ручей. Ничего особенного, но красиво, и можно босиком походить по ручью, по мягенькой глине. Снимаешь обувь и пошутал. Это все глина, 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 красная глина. Ну, прикольно, да, ничего экстраординарного, просто природный ландшафт, но из этого сделали туробъект. Туробъект, там какая-то символическая денежка за вход, вообще символическая. А денежка в бюджет капает. С одного с одного боку пальмы, с другого холмы. Не, но если они за эту символическую денежку не загаживают. Не, не, там как раз денежка идет на заплату уборщикам, там убирают все, денежка идет в правильное русло, потому что в Вьетнаме за коррупцию делают очень сильно ата-та. Очень сильно ата-та. Не смертная казнь, увольнение, там, отказ приема на работу, там, три поколения условно следующих, это будет. У них довольно жесткие правила, и это работает. А это рыбный рыночек, просто вот люди ловят и тут же продают всякое, панцирное. И на заднем фоне рыбаки, зацените лодочки. Шаланды полные кефали. Прикол насчет запрета на вывоз всяких ракушек еще действует или это в другой какой-то стране? Это в Египте. Это в Египте. Ракушки, кораллы. Это в ряде стран. В Вьетнаме не знаю, не спрашивал. Вот эти лодки, которые один весло и тазик. Просто на первой фотографии оно выглядело как 15-литровый тазик где-то. Реально тазик. Ну, вот я, надо было сфоткаться с этим тазиком, чтобы масштаб было понятнее. Но я, людей нигде не фоткал с ними. А, заброшка просто. Классическая история. Начали строить отель, деньги закончились, перестали строить отель. Так бывает. Классика. Просто, что больше всего удивляло в той лодке, это отсутствие у нее носа. Ну, то есть она одинаковая со всех сторон. Ну, на самом деле это гораздо удобнее. Если в ней не ходить в воде, а вышел, порыбачил, зашел, перенести удобнее, в сарай приныкать удобнее. Не знаю, просто я на лодке каталась только вот там, где нос, у нее и кормы не было, там два носа, то есть куда хочешь туда идешь. Но мне было гораздо удобнее, когда я четко ставлю ее носом по волне, даже если там волнение, понты. Но нормально идешь себе, идешь. При том, что кататься совсем рядышком. Зато эту лодку хорошо катить от сарая до воды. Была бы она металлическая они, просто оставляют, оставляют, просто кидают якорь, оставляют просто на воде. То есть я не видел, во-первых, я не видел лодочных сараев, во-вторых, я не видел, чтобы их на ночь вообще убирали куда-то. Хорошо, а еще такой момент, вот стоишь ты посреди залива на этой лодке, тебе не надо отвлекаться на то, чтобы выставить ее там носом к волнам, бортом к волнам, ну, то есть тебя не перекинет в любой момент, не отвлекаешься, так что вполне удобно. Логично. Она же не для плавания, грубо говоря, выйти в море и там постоять. Да, логично. Ну, кстати, о еде, кто из вас. О, креветочки. Кроветочки, а офигенные, вкусные. Рокады. Я же, опять в магазин пойду за вкусняшками теперь рыбными. Вьетнамские речные буйволы. Здоровенная штука, а еще прикольно на них катаются аисты. Фотка издалека, но у них часто катаются цапли, цапли, цапли. У меня есть слайды, еще дед мой делал в Индии. Там пока нету цапель, на них сидят лягушки, так что вполне понятно, что цапли на них пасутся. Ну да. А это мое лицо, когда вот после двух недель китайского Нового года наконец-то вышел кофе попить нормальный. домики, шарики, шарики, домики, пляжики, золотой мопед. Там рядом золотой батон нигде не валялся. Так, все, это мы пошли ей, мы закончили Вьетнам. Ну да, что-то по форме. Мы пошли по кругу. Да, да, нас сегодня немного. Нас сегодня немного, но спасибо тем, кто зашел. Так, что вам дальше? Что тут такого? О, я знаю. Сейчас, сейчас я оторвусь, просто сейчас я могу. Давай по принципу Шахаризады. Теперь ты половину другой страны расскажешь, а на следующий раз половину одной, половину в другой. Так. Я не буду озвучивать какая-то страна, да? Тут, по-моему, все приемли, понятно. И оп. Это мама Индия. Обратите внимание на плохое качество и грязные сельские дороги, да? И антисанитарию, лужи мочи посреди дороги. Я сейчас буду много ерничать, простите, больная тема, да, грязная, ужасная, нищая Индия с антисанитарией, да. Я сейчас буду бурно сарказмировать на эту тему, простите, наболела. Так вот, Индия. Прекрасная мать ее страна Индия. Просто волшебная страна. Это мать Тереза. Это мать Тереза, потому что там христиане, а это пам-пам. Это коси и забивай. Потому что в штате Кирала коммунизм. Кстати, работающий, эффективный, правильный, хороший коммунизм. Потому что в Индии много штатов. И каждый штат в Индии это как отдельная страна. Там отдельный народ, отдельный язык. Такой? А? Такой правильный, как во Вьетнаме? Не знаю. Вот не знаю. Я знаю, что в Кирале действительно хорошо работает коммунизм в плане социалки. Там образование, медицина и самые большие зарплаты там у врачей, учителей там 2-3 тысячи баксов в месяц. Это не шутки. При ценах среднихарьковских на продукты, на жилье. Вот. Как он еще работает, я не вдавался в подробности. Крестьянские церкви. Я, к сожалению, не сфоткал в темное время суток, но в темное время суток это чертов Лас-Вегас. Они просто по контурам, по всем углам проложены неоновые трубки и ночью это такое казино. Оно просто светится, мигает, все. А внутри даже в нем они служат службы по принципу. Может видели в американских фильмах, как в какой-нибудь лузиане, да, играют на пианино, танцуют, да, хлопают в ладоши там «Халлилуйя! Халлилуйя, брат!» А то есть днем оно выглядит по канону христианскому, днем выглядит по христианскому, а ночью оно уже как этот, как по азиатским канонам, чтобы было ярко и красиво, так? Да, да, да. И вот в целом вы наблюдаете небольшой поселок, небольшой городок качин в глуши индийской, вот, и может погладать антисанитарию, бедные лачуги, бедных индийцев, плохие дороги, ржавые велосипеды... Стоп, 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 стоп. А справедливости ради... Коровы с ручей, тут буль. В каких-нибудь других штатах в Индии ты такое видел, ну вот, чтобы прям вот настолько было? Есть, есть местечки, так, чтобы вот прям весь, весь, весь город... Это какой штат? Это штат Керала. Это вот есть Гоа, штат распиаренный, да, который самый грязный, самый изазранный, самый наркоманский штат в России, Индии, самый отвратительный, им хор. И южнее Гоа есть прекрасная, чистая, красивая, миролюбивая Керала. Не летите в Гоа, летите в Кералу, там лучше. Спойлеры. Будет потом Гоа отвратительное место. Есть, есть, понимаешь, это как в Харькове, в Киеве, во Львове, Одессе, везде можно найти какую-нибудь сраку. При желании везде можно найти там неустарную... Именно вот если, если смотришь, там типа разные мини-государства свои, вот типа вот в этом, в котором ты говоришь, там типа коммунизм, там типа все здорово. А было, могло быть такое, что там поехал в какой-то другой штат, а там вот именно стереотипная Индия, знаешь, вот это вот все. Грязь, водя. Тамилнад. Тамилнад. Не настолько стереотипно, как в стереотипах, простите мою тавтологию, но вот Тамилнад, он же Тамилнаду, штат, из которого пошли цыгане, это вот та самая. В большей части мест это вот та самая. Будет, будет, это будет. Кирала просто похитила мое сердечко, Варкала, Кирала, лучше, одно из лучших мест в Индии. Серьезно. Очень приятно, очень-очень-очень приятно. Вот, вот эта фоточка, да, скажи кому, что это Индия, скажут, а ты че? Нет, это Европа какая-нибудь. А вот. Не, на Европу не похоже. Это голландские постройки. Это голландские. Я бы подумал, что это какая-нибудь постколониальная страна типа Латинской Америки, опять-таки. Ну, тоже возможно. На тему языков, табличка зелененькая, она на двух языках. Она на хинду, который считается общеиндийский, его плюс-минус многие знают, и на местном речи, которая в штате. Даже написание разное. Пушка. Они заряжают пушку. Зачем? А, они будут стрелять. Вот, очень грязная набережная. Ну, то, что люди сидят, да, у них ничего такого в том, чтобы сидеть где-нибудь там на земле, на корнях дерева, просто сел и сидишь. Ничего такого. А ты много прививок делал, когда ехал? Ни одной. Просто многие паразиты через кожу тех же ног, босиком. Ну, маменька, когда ездила в Девчонки, в Индию, там на несколько лет, там кучу прививок всяких делали и запрещали ходить босиком. Я думаю, с того времени, во-первых, могла измениться санитарная ситуация в стране. Начнем с этого, потому что в мире все меняется и довольно быстро. Во-вторых, я не то, чтобы много людей ходил босиком, только в храмах. В храмах то понятно, простите. В Бихаре маменька была. В Бихаре была маменька. Сколько лет назад это было? 50. Это маменька я слышу уже. Слушай, это очень-очень-очень-очень-очень много времени. За это время в развивающихся странах может поменяться прям кардинально все. Я вот 4 года тусил по Азии, да, и я видел на моих колоссах, как менялись страны. Тот же Таиланд. Ты раз заехал там одно, потом спустя полгода еще раз приехал, а там уже что-то стало лучше, что-то стало красивее, чище, что-то новый город построили. Да, очень быстро это все меняется. Очень быстро. Ну, у меня тварь, как бы, пару лет имел несчастье прожить в Москве и вот как-то заболел. Две недели из дома выходил, не выходил, говорит, вышел, а тут уже какой-то совсем другой город. Так бывает. А у нас недавно ремонт в больнице сделали, впервые со времени постройки, лет те же 50 обратно. Так тоже бывает. Сечь. Рыбацкая сечь. Охрененно большая штука, которая на вороте опускается, потом поднимается и там много рыбы. Китайское изобретение питательство в случае. Специи. Как же там пахнет. Вот, сейчас будет немножко той самой стереотипной Индии. Это я забрел на окраину в район рынка в выходной день, когда рынок уже разошелся, площадку еще не убрали. Короче, какой-нибудь наше ХТЗ. Вот, вот, тут можно выдавать, что вся Индия такая. Какая нищета. Ну, это скорее мускалевка, не ХТЗ, если брать аналогию с Харьковом, но вот это священная каза. Каза не священная. Ну, хочешь, коровы не вижу, значит, каза будет. Вы наблюдаете, как городской ребенок увидел животных. Это место бродячих собак. Не, собаки тоже есть, просто там козы бегали. Продолжаем про коммунизм и Индию. Мне вот интересно, если ты говоришь об Индии, как о достаточно быстро развивающейся и не такой уже загаженной, как говорят в стране, я много слышал в плане ковида, что он именно там особо развивается, особо мутирует и никто ему не мешает. Верю. В людей много, плотность населения большая. Людей действительно много, плотность населения действительно высокая. Места глухие в количестве. Почему нет? Верю. Я послышал вплоть до того, что там даже не у всех людей паспорта есть. Могло такое быть, как думаешь? Могло быть, потому что есть совсем в штат Ариса, например, там джунгли, в джунглях живут до сих пор племена почти первобытным общинным строем. Есть уголки, есть. Индия очень большая, по территории очень большая, очень разная. Там есть всякая джунглях. Джессонс Энтерпрайз Да. Хоули Джизус. Чего? Господи Иисусе, святая водичка. На разлив. На разлив. Перемога. Немножко родины в Индии. А еще там в городе очень большой еврейский квартал и каждый второй шьет. Пишут, что за час. Там у каждого второго нигде не бежит в футлярчике. Не знаю, не знаю, не знаю. Это я просто улочки фоткал, улочки. Мужик с тележки продает овощи. Катается с мусором смотрю все-таки примерно как у нас. Чуть почище, но примерно. Места местами есть. А это страшные ужасные индийские поезда, про которые все слышали. там, где на крыше. Катался на крыше или на подножку влез? Есть я сейчас никого не делюсь, скажу, что это немножко стереотип. В Индии очень хорошо развита ЖД-сеть. Очень хорошо. Очень очень хорошо. Есть нюансы. Например, в Индии лучше ЖД-сети развита бюрократия. И купить билет на поезд я покупал 4 часа. 4 часа. Ты заполняешь несколько форм, сайты глючат, вылетают, выкидывают, ты привязываешь карточку каждый раз на каждую форму. В общем, квест еще тот. Я даже помню этот пост с твоим негодованием. Но сами индийские поезда, сами индийские поезда, они вполне себе ок, просто есть разные классы. И есть самый так называемый waiting ticket, билет ожидания. И там ты садишься в вагон по принципу кто успел, тот сел. Он там стоит 3 копейки реально, социальный билет. И да, самые бедные свои населения, действительно, ты приходишь, его нельзя купить онлайн, ты просто в кассе, там, не знаю, 2 рупии покупаешь этот билет, нужно направление и влез в вагон. Молодец. Не влез, ждешь следующего. Да, такое есть. Социальные поезда. их немного и их очень любят все фоткать, снимать, потому что экзотика. А большинство поездов это просто поезда. Это просто... Если там так все плохо с бюрократией, то я так понимаю, должно быть все очень хорошо с коррупцией, которая позволяет эту бюрократию обходить. Говорят, есть такое, да. Не имел дела, но слышал, что есть. Да, есть. А вот поезд, поезд, поезд и поезд. Это второй класс, то есть, без кондеров, с вентиляторами, но туда было не сильно жарко, поэтому почему нет? Поезд, поезд, сидишь, себе работаешь. Wi-Fi? Да. Там с Wi-Fi хорошо. Прикольное, кстати, решение на всех упаковках. Покупаешь чай, кофе, еду, везде, прямо на упаковке менюшка, что есть и почем. Удобно. 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 А, это я фоткал у меня знакомая, которая очень прет всяким минералом, камням, вот, я ей фоткал, кидал. О, привет, Хелл. Кидал всякие ништячки. Море. а вот тут я провисел три недели и это были чуть ли не лучшие три недели в 2020 году. Да, это был 2020 год. Весна 2020. Помните ее, да? веселый. Веселый. Ну, как-то мы чашки в кармане с мятой и ностальгически поправлять скафандр. А я как раз вот был в Аркале и хозяин отеля такой, ой, слышали, слышали, там в Китае какой-то вирус, это же так клево, в Китай туристы не поедут, поедут больше к нам, у нас будет больше туристов, больше денег, хе-хе-хе. Но я сейчас, например, вообще сижу на самоизоляции. Мы, как бы, приехали в Италию в составе четырех человек и, соответственно, пока ехали, находились в постоянном контакте, да, при этом у всех троих тест отрицательный, у меня изначально он был неопределенный, а сейчас, сука, положительный. При этом симптомы не отрицательные. хингиш. А вы читаете надпись на хингиша. Точнее, мы пытаемся читать надпись на хингиша. Все понятно. Будь человеком, не кидай мусор. Ну, насколько знаю, хуже хингиша считается только австралийский. Ой, не знаю, кстати, общался, норм. Какой язык послушать? Потому что у них есть свои просто страны, они очень интересны на австралийских кухнях. У австралийцев просто есть бытовое, а есть, так сказать, более высокий слог, типа, как грамотная речь. А у них суржик, как вот у нас, более распространен. Понять их, но это кирдык. Понял, понял, не имел дела. Тунец. Тунец, да. И парень такой, как же мы задолбали, каждый ходит и фоткает, работать не дают. А на фоне, на фоне тот самый центр информации, про который пришел, пришел, пришел. А прикинь, получить леща тунцу. Не спрашивайте, просто не спрашивайте. Не знаю, не знаю, почему. В Израиле же есть Пап Путин. Уже нет. Да, я знаю, название убрали. Индийское кино, индийское кино, это вообще отдельная сказка. Какие-какие горячие усачьи, да. Эх. Там просто, чем больше у тебя усы, тем, значит, ты круче звезда. То есть, если ты лоу-левельный актер какой-нибудь начинающий, да, то ты такой гладко выбритый. А если когда-то такие усищи, значит, ты уже матерая звезда, просто такая. Мэн. Молчи, молчи. У меня папа обожает индийское кино. А что, есть очень клевое, кстати, просто индийское кино, его очень много. Есть низкопробное просто для простых крестьян, чтобы они просто пришли в кино, посмотрели на что-нибудь незамысловатое, отвлеклись от своих трудовых будней, выдохнули и пошли дальше работать. А есть очень качественное, хорошее кино. Есть, я видел. Баху Бали, это просто шедевр. А, кстати, да, мне нравится. У нас это домокультовое кино. кактусы, просто кактусы. Стрит-арт. Это часом не Бэнкси? Думаю, нет. Думаю, это какой-то простой индийский паренек. Еда, еда, кактусы. Рыбка. Ой, ой, сейчас буду плакать. Ой, как мне этого не хватает. Это волшебные индийские капсулы, просто волшебные. Эх, так, 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 иммунитет быстро. И про это после тоже помню. Ну, отличная же штука. Ну, мушеки, и мушеки. Мужики и мечеть. Мечеть и мужики. К нам присоединяются люди. Да, кстати, тоже момент, который многие не знают. Я не знал тоже. Большая часть Азии мусульманская. Живите с этим. То есть, буддизм, это, конечно, здорово, но большая часть Азии, большая часть Азии мусульманская. Между словами большая и большая есть все-таки большая разница. Я скажу большая, потому что я не гуглил статистику и не уверен, что большая, но большая точно. Малайзия полностью мусульманская, Индонезия по большей части мусульманская, Индия по большей части мусульманская, Бангладеш мусульманский, что еще, Мьянма местами, Таиланд, Таиланд, кстати, вот самый Таиланд. Индия очень серьезно мусульманская, да. Там варабы стоят, в целом, есть штаты более мусульманские, есть менее мусульманские, но мусульманские. Вот эта фоточка из самого христианского штата Индии, где больше всего христианского. Индуизм уже не сильно почетит. Индуизм это такая, знаешь, индуизм это фоновая базовая религия. То есть то, что я слышал, что каждый христианин, мусульманин или кто-то еще в Индии, он при этом еще индуист. Это фон, это базовый фон. Это примерно как синтеизм в Японии, да? Типа он вообще есть, он так равномерно разлит? Ты вот абсолютно правильно подметил, да, да, да. Только индуист, относительно относительно молодые снялся. Тебя слышно, я перебью тебя слышно с огромным эхом. Ты множишься, твой голос множится, по крайней мере у меня. А так? А так и Бог свечку и чё плаха и плаха? Все равно эхо идет, но уже не такое сильное. задержка больше, и поэтому как бы повтор звучит сильно позже и совершенно не комфортно. если суть важный, говори, мы услышим то, что нужно. Индуизм, он же принципиально другой, чем монотеистические, хоть мусульманство, хоть христианство, хоть буддизм, они монотеистические, я перебью, буддизм не религия, продолжай. Ну и буддизм очень условно монотеистический, скажем так. Тоже верно? Ну там все-таки философия, которая какого-то главного, вот как основного, а индуизм там это принципиально множество богов, и плюс индуизм он же еще до хрена вариаций. Ну да, там воплощение. То есть оно как-то вот очень странно контачит, но в принципе нормально контачит на уровне там, где тут один бог говорит, там говорят, что много, но можно как-то это совместить на уровне свободного пространства. Плюс там еще разные разные ребятки. Так, теперь у меня эхо. Нет эхо. Там еще разные ребятки, кому-то отдает, кто-то отдает предпочтение там Шиве, кто-то отдает предпочтение Калии, кто-то отдает предпочтение Сорватии. В общем, ну, неспективно. У меня в Харьке были знакомые Шиве. Ну, а почему нет? Кстати, фонфакт. Почему нет? Сорян. Да, да, да. Исторический фонфакт. У кого-то, короче, ой, блин. У кого-то колонки, ага. У кого-то колонки, да. Исторический фонфакт, джин, насколько я помню, появился как протестантство именно в контексте индуизма. Ага, да. Он вышел из индуизма, да. Насчет монотеизма, вспомните вот этот, откуда взят христианами принцип триединства Бога. Ну, да, это старая сказка. Они ж там понатырили у всех, до кого дотянулись. Да, чем младше религия, чем младше религия, тем больше у нее заимствований из других, более старых религий. Единственное, что мусульмане тут красиво выкрутились, очень красиво, они все лишнее подсекали так хорошо и создали почти, ну, у них, если проверять по сервису уникальности, да, у них самый качественный рерайт старых религий, они прям сделали очень хороший рерайт, убрали все отсылки. Может, почти свое создали. Почти. Может, они почитают чисто по своей инициативе. Ага, ага. Будем еще по мусульмане. Кому ходил? Кошек. Индийский океан в Индии. Круть. Это не Индийский океан, это Аравийское море. Обломал. Ох, я за этой цаплей гонялся. Цапля, цапля, да, я тебя сфоткаю. Да, бывает. Иногда чего-то хочется, ты такой, эх. Что-то странного. Вот это вот советую. Очень советую читать. Читать, читать. Первые две точно. Последнюю, последняя, это краткая выжимка из предыдущих двух, такие тезисы. А первые две очень, очень советую. Вот когда я на работу доберусь. Клевая чашка, мне просто понравилась. еда. Это палак, панил. Егоденький и сын. Да, это смузи из брокколи, в нем сыр и курица. И смеданка. Очень вкусно. Я вижу, там не только смузи из брокколи, там брокколи в принципе кусками плавая. Возможно. Курица, просто курица. Просто курица скорее. Вот тоже дяденька шьет за полчаса тебе штаны. Кафешки, кафешки. Вечером кафешки посыпают с лепестками, потому что их много и их не жалко. В эти лепестки залазят всякие таракашечки, которые потом утром вместе с лепестками выметаются. Вот такой лайфхак. Это я фоткал свою новую подушку для самолета. Очень милая. Принцесса медала ставил, да. Не, это кокосник, не отмазанка. Так, тихо. Это дорога на банкомат. Потому что в поселке, где я жил три недели, ближайший банкомат был в пяти километрах. А зарплата мне приходила небольшими порциями, то есть нельзя было так, что я директор снял, но три недели хватило. Приходилось примерно раз в недельку вот дорога на банкомат. Но обратите внимание на фонари. В Дикой Индии. Это самозаряжающиеся. У нас такие паромы поставили. Китай в чистом холле. У нас только паром лет поставили только как. Мне понравилась надпись. Ну, действительно мягонькая, смотрится хорошо. Мехи интересуют. Какие символические копейки. Тут я себе лишнюю очередную дырку в организме делал. Мехенди. Держится пару неделек. Смотрится красиво. Блин, в следующий раз буду в тех краях загребу все. Просто все, что вижу, все загребу. это фишка региона. Народный театр это Кали. Театр, в котором без слов актеры изображают фразы движениями, жестами, движениями глаз. это сложно свороченная штука. Запомнить ее, мне кажется, с первого раза нереально. Но просто интересно смотреть. И прикол в том, что перед спектаклем часа полтора гримировка и одевание и это само по себе отдельный спектакль. То есть ты приходишь посмотреть, как ребятки из говна и палок условно делают реквизит, делают костюмы. Сначала там красятся какое-то время ручками. А потом начинают одеваться и это прям огонь. Вот у чувака юбку делают из мешков, мешки от риса и какой-то веревки. То есть на него наматывают веревку и мешки пополам складывают так, чтобы они торчали горизонтально. Вуаля! И следующее мотают. Вот такая штука получается. Угадайте, кто мы и где берут такие. Знаешь, я вот поэтому ушел из рбшечек, перестал ездить на игры, потому что зачем, если в реальном мире куча таких интересных штук, кое-что даже интереснее и дешевле. Сорян. Так вот, продолжаем. Это мужик. Не, ну в РДшечке ты еще и участвуешь. Слушай, в Индии или на Бали ты тоже вполне себе участвуешь. Хочешь ты этого или нет? Там просто свои ролевые игры, особенно в Индонезии, там просто очень хорошо прописанные мистические пласты. Буду показывать расскажу, очень хорошо прописан. И ты в этом участвуешь вне зависимости от своего желания. У этого чувака очень прикольные накладные зубы, он как-то делал так ртом, что у него они хлоп и за щеки складывались, потом в нужный момент делал так челюсть, они хлоп и высовывались, выщелкивались. Очень крипово выглядела, очень крипово. А история банальная, злая ведьма захотела соблазнить молодого красивого принца слева, превратилась в красавицу справа, пыталась его очаровать, но он ее раскусил, отрубил ей сиськи и отпустил. Вот, как-то так. Добро победило зло. Да, так добро победило зло. Собственно, момент расправы. Ну да, ну да, две девочки, добрая и злая, сидели на крыше и бросали кирпичи в прохожих. Злая девочка попала три раза, а добрая девочка пять, потому что добро всегда побеждает зло. Да, вот дают брошюрки с кратким содержанием, на что ты смотришь. Ну как в опере на самом деле. Краткий синопсис. Что происходит? Дорога с банкоматом. And ATM in your body. In your body, вернее. Ага. Гы. Соперация и мир. Мне нравится и другие короткие истории. Война и мир и другие короткие истории. А разве там война в смысле не войны, а не в смысле окружающей среды? Тут скорее war and world. Нет, там именно война и мир, мир как мирное время, в смысле. Все правильно. К переводу просто вниз. И еда. Только кстати, Индия рай для всяких там вегетарианцев и веганов, потому что там очень много вегетарианской и вегановской еды, и она очень разнообразная, вкусная, много овощей, фруктов, орехов, и даже можно какое-то, даже я смог какое-то время прокинуть без мяса. Для меня это челлендж. Но там просто умеют так обжарить овощи, такие специи, и все такое, что оно будет по вкусу как мясо, и тебе будет хох. Я как вегетарианин очень люблю рестораны индийской кухни в Киеве. Кстати, интересный вопрос, как с этим в других азиатских странах. Потому что в Корее и в Японии просто никак. С чем? Очень сложно. С вегетарианством. От страны зависит. Во Вьетнаме сложно, потому что ты им пытаешься сидеть на мид, окей, тогда будет тебе на крабовом бульоне. Это же не мясо? Они не понимают. Да, в Японии примерно та же история. Если есть мясо, то вот тебе рыба. Да. И курица не птица, баба не человек. В Индии с этим отлично. В Индии понимают, они многие вегетарианцы, потому что там много мусульман, которым нельзя говядину, а со свининой не очень. Мусульманам свинину вроде бы нельзя. А, свинину, свинину, свинину заковариваешь. Это как раз индусам нельзя говядину. Да, а индуистам нельзя вот. А куры яйца несут, все, нельзя их жрать. Поэтому много вегетарианцев. Так, всякая, всякая вкусняшка, вкусняшка, еда, еда. Три недели жил, просто купался в море, жал вкусную еду, работал и закидывался колесами. Все. А в рюмке там было кофе, да? Был кофе? да, это один из моих любимых типов кофе, кофе и апельсиновый фреш. Это дядь как раз австралиец, который там открыл первую кофейню на селе и лет пятьдесят ее держит. Крутой дядька, а в руках у него открыточка из Украины. Я просто с тобой возил свинирчики и продвигал, популяризировал страну в мире. Самар, в плане популяризации нашей страны в мире, скажем так, от правительства соседней страны ты очень сильно отстал. популяризировал. И, наверное, где популяризация соседняя страна? Я имею в виду то, что правительство соседней страны сейчас приложило множество усилий для популяризации Украины в мире. А, в этом плане, в этом плане, в этом плане, да, хорошо, хорошая шутка, понял, оценил. Вот, вот. Знаете, 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 что угадать? Краски кидаться в праздники краски, да. Оли? Нет. А, вот, нет. То есть это специи? Мороженое. Благоводие. Блин, только хотела сказать. Просто вот палочки, есть в формате палочек, есть просто в формате осыпучих. Ты насыпаешь там нужное количество, поджигаешь, и оно тлеет так же эти палочки. Из них делают конусы. А подразни меня и скажи, сколько вот, допустим, пачка этих палочек, сколько в ней штук и сколько они стоят. Чисто вот подразни мне. Я не помню, какие-то копейки вообще несерьезные. Не помню, я помню, что это почти даром. Вообще там была подсказка сверху. Где-где-где-где-где. А, подсказка насчет того, что это, да. Да-да-да-да. Перфюмс. Господи Иисусе. Иисский мюзикл про Иисуса. Я хочу это видеть. Я так рад, что спас меня Иисус. Простите. Иисус крает суперстар, блядь. Уличная цирюля. Иисус, звезда диска. Сан-Франциско, да. Космос-йога. Йога просто космос. С йогой там тоже прикольно, потому что есть такой стереотип, да, что Индия – это йога. И некоторые индейцы этим пользуются. То есть, зовут какого-нибудь сына маминой подруги, который на самом деле просто, там, не знаю, сантехник. Но он же индиец. Поэтому его выдают за преподавателя йоги и стригут купоны. Я представляю, за 4 часа посидите под музыку. Медитация, 4 часа. Ну, типа того, да, типа того. Извини, ты сейчас сказал про сына маминой подруги. Мне вспомнилась недавняя шуточка. Прикиньте, призрак Киева для кого-то реально сын маминой подруги. Возможно. Вот, я не знаю, что это за ролеплей, не спрашивайте. Где он шуфер? Так, это я уже улетал. Это весна 2020-го. Индийский аэропорт. Почему нет? Это индийские трудовые мигранты летят в Арабские Эмираты. Гастарбайтер. Чего-чего? Гастарбайтер. Ну, типа того, да. А это вот на моем лице скепсис по поводу знаменитого штата Гоа. Но сейчас будут просто рандомные фотки скинутые с Вайбера. Фотки из Весты. Они рандомные, не обращайте внимания. Сейчас я дорестаю до последовательных фото. О, кстати, 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 Кто читал, кто читал, кто читал? Ээ, никто не читал. Есть прекрасная книжка, называется Шонтором. Про австралийца, который бежал из тюрьмы в Индию и там занимался таким криминалом. Отличная книга, документальная, автобиографическая. очень светлая, очень интересная. А кафе, собственно, в этом кафе они всей бандой постоянно заседали в книге. Поэтому это достойно чайкиность. Рандомное фото. У меня руки так и не до шеи. Хотя, в принципе, я отошла от детективной тематики. Не то, что детектив, это так, скорее боёпик жизнеописания. Я поняла. Я просто, чтобы ты понимал, работаю, по крайней мере, считается, что я там работаю, хотя на данный момент всё закрыто, естественно. Я работаю в книголэнде. И у нас можно сотрудникам брать книги домой, почитать. Нифига себе. Вот это круто. Потому что когда я работал в Знаке, в Харьковском, у нас вообще, наверное, работать читать нельзя было. Нет, на работе читать нельзя. Но ты любую книгу с витрины можешь под запись. У нас такая амбарная книга есть, где ты записываешь дату, внутренний код, название и, собственно, своё имя пишешь. А потом ты уже дописываешь. Либо ты выкупил эту книгу, либо ты вернул её. Вот. И, соответственно, как я уже говорила, у нас можно брать книги домой. Ну, это прям клёво. В любом случае, это клёво. Это тот самый частый, очень частый случай коровы. Правда, это бык. Это сейчас будет отдельно. Это моё первое фото из Индии. Первое фото. Это Варанаси. Варанаси – это лучший город на Земле. Серьёзно. Он грязный, он стрёмный. Но он прекрасен. Он просто прекрасен. Варанаси – это... Ну, по индуистским легендам, Варанаси – это вообще первый город в мире. Там какая-то очередная была, очередной махач индийских богов. Шива от кого-то бежал, нёс на руках Парвати, жену свою, которая его же воплощение, собственно, это долгая сказка. У Парвати упала серьга, и образовался город Варанаси. Но Варанаси известен чем? Известен тем, что там жгут людей. И вот эти все знаменитые фотки, которые вот в река, и по ней там трупы плывут, всё видели же, да? Само собой. Это всё в Варанасе, но тут есть один маленький интересный нюанс. Это всё происходит одну неделю в году. Они накапливают трупы, или просто это, те, кто вот сейчас помер, тех в эту неделю сожжим, а остальных будем закапывать? Или накапливают? И многие специально приходят туда умирать, как слоны на кладбище. Просто если человек чувствует, они там прям живут возле этих хатов, где людей сжигают, люди прям доживают свои последние дни в ожидании вот этой недели. А в целом людей сжигают целиком, в смысле целые тушки спускают только тех, кто умер от укуса змеи, беременных, и кого-то ещё. Вот там какие-то... От укуса змеи, в смысле от укуса кобры, насколько помню, конкретно кобры. Типа они так отмечены вишну. Отмечены вишну, и твердами, ну там, там орудие. Когда-то этим заборачивалось. Понял, интересно, точнее я не знал, спасибо. Ну, в общем, да, и там это всё, а вот, вот она, вот она, вот она, эта ужасная, страшная, грязная ганга с трупами. Пам-пам. Я такой вышел, спустился к ней, думал, сейчас, сейчас у меня будет трэш-трэш-контент, сейчас в канал закину, нет, тогда канала не было, в фейсбук, спускаюсь в ганге, смотрю такой, а где? Я ещё не туда попал? Не тот в Варанасе, а потом выяснилось, что да, есть одна неделька, а в остальное время, Днепр и Днепр. Сверяка и река. Ну а с этих трупов, просто это так вот, повспоминала сейчас, если интересно, могу вкратце. Ну давай зажигай. Ну, что почему-то зажигать. Ну смотри, во-первых, что кобра, священное животное, вишну, если грызанул кобра, это всё равно, что вот как у нас раньше было, что если молния человека убила, стало быть, это под человеком во время грозы прятался чёрт, и Бог его сквозь человека убил, то есть априори попадаешь в рай. Вот это сожжение, это типа как очищение, и попадаешь в рай, ну в их, на перерождение, на прочее. Стало быть, вот змея укусила, стало быть, тебя вишну отметил, вроде швишну. Типа ты и так в рай, нафига на тебя дрова тратить, беременные, примерно то же самое, там ещё какие-то категории, несколько были тоже. Ну, то есть, ну, то есть, ну, то есть, очищение, а здесь вы и так святые, нафиг, в смысле чистые, нафига на вас дрова тратить. Ха, логично, и не поспоришь. Хорошо, хорошо, хорошо. Кстати, вот эти гхаты, просто потрясающее зрелище, там, совершенно безумное наглаждение построек, стилей, там, 15-й век, 11-й век, 5-й век, просто, всё-всё-всё-всё, что можно, всё это, рядышком, друг с другом, друг на друге, друг под другом, ух, и атмосфера, ну, корова, да, корова. Гладит корову? Корова питается. Питается. А питается, гладил? Нет. Это универ, ворота в студгородок. А это храм, на территории студгородка, потому что территория студгородка должен быть храм. За сессию там свечки ставить, сидела, вы знаете, как делается. Заброшка. Просто обычная индийская заброшка. А как там с бомжами? Не лезут эти заброшки? Я бы полезу. Не видел. Какие-нибудь. Не видел, не лазил. Ну, вот, есть, есть, да, есть места, но есть, я не скрыл, что там прям сильно грязно, но есть немножко вот такого вот, можно сказать, трэш-контента. там можно назвать, наверное, трэш-контентом, если ты до этого всю жизнь жил в Сингапуре и ходил по стрельным дорогам, никогда не видел животных и мусора, то да, это трэш-контент. Для меня, как уроженца Донбасса, жившего долгое время в Харькове, это не трэш-контент. это вместо бродячих собак, там королы. А собак, собак, к сожалению, тоже хватает, так что, сейчас у меня немножко зависло. Собак, увы, хватает в некоторых местах, и при моей собакофобии это было грустненько, я очень боюсь собак, инстинктивно, я кусанный, кусанный, мать рассказывала, они когда в Индии жили четыре года, ну там, инженеры советские с семьями, в общем, собак бродячих, да, дофига, все это, и в какой-то момент начали эти взрослые собаки прямо-таки жрать, выжирать щенков. Оказывается, это было перед засухой. Интересно. У меня тоже какие-то родственники, родственники, это были в Индии, да, мам? Не помню. Да ладно, ты фото показывала. Ну да ладно. Вот, 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 вот вам бомж. С обезьяной. С обезьяной, потому что святой. Покажи мне не священное индийское животное. У них же шикар. Курица. Крыс. Ну, а еще у них офигенный храм крыс есть, потому что крыса, это транспорт. Храм крыс, на самом деле, такой, он больше, 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 больше распяаренный, да, это как раз в Томилнаде, на юге Томилнада, да, но экспириенс добавленный. Да. Личи. Личи. Я обожаю личи, но проблема с личи в том, что они не хранятся долго. Вот, чисто в сезон, сезон длится месяц, и ты в этот сезон их покупаешь, кушаешь, а в те сезоны их нету, все. Как редиска. Ну, типа того. Ну, вот, набережная Варанасия. Набережная, набережная, народ купается, туристы в лодочках катаются, солнышко садится, парень гребет, красота. Гандольет. Да, Офигеть. Скажи, да? Там просто такая атмосфера. Варанасия охрененный, серьезно, охрененный. А, вот дровишки. Дровишки, чтобы жечь людей. А ты что, в сезон там попадал, что ли? Или перед сезоном? Там два, я вот вспомнил, спрашивали, как целый год. Там два гхата, крайних два, которые работают нон-стоп. А на святую неделю работают все. А два крайних работают всегда. Вот. вон там кто-то горит на работе. Запахи были характерные? Мясо и мясо. Мясо и мясо. Или, не, ну, просто количество благовоний вокруг это да, но не на открытой же воде. Мясо и мясо и мясо и мясо. Мясо и мясо. Набережная. И люди плавают. Люди плавают на лодках, люди плавают просто. Честно, так хотелось к ним присоединиться, потому что это был сухой сезон, плюс 45. То есть рядом плавают мертвые люди, а рядом живые люди рядом с ними плавают. В этом все. В этом будет. В этом просто все. В этом будет. Индия это дичайшая эклектика, дичайшие контрасты. В общем, хорошая страна, Миннесс. Набережная, набережная, набережная. Хрен его знает, какой век, но красиво. А вот видите, мужичок такой серенький сидит. Ага, я уже знаю, кто это. Да, это они трупоеды, трупоебы и прочие, да. Ребятки, которые решили сломать систему. Это уважаемая, только неприкасаемая, правда. Мне очень понравился концепт, как они, ребятки, решили сломать систему. Это просто гениально. Это гениальная идея. То есть они решили, что нафига делать что-то хорошее, чтобы постепенно получать лучшее перерождение и в итоге уйти в нирвану, выйти из колеса сансары, да, если можно сделать что-то настолько ужасное, что боги охренеют, тебя просто выкинут из жизненного цикла. И у тебя больше не будет перерождений, ты обретешь нирвану. Опаньки. Гениальная концепция. Просто, на мой взгляд, гениальная. Я, кажется, начинаю понимать, по радиоположному там ближе. Я начинаю понимать, какой религии исповедует Путин. Это интересная шутка. Понимаешь, индуизм очень многогранный. Тут тебе и парвати, которая вся из себя блага и прелестна. Тут же тебе кали, которая с красным языком не просто так. Ну да, и с ожерельем еще и кушек. Ну да. А жопа-мартышки, видите? Она есть. Мартышки утомляют, короче. Которые найти как-то. Но тему, продолжая тему ролеплея. А, вон, кстати, ближе видно, как люди говорят. Неплохо говорят, кстати. Вот. Там, в Варанасе, каждый вечер ритуалят просто как вечер перед закрытием игры. Там проводят Маха-Пуджу. Маха-Пуджа это такой ритуал на несколько часов, который, если не совершать, то будет конец света. И поэтому каждый вечер там собирается куча народу, брахманы там с огнем, с факелами, с музыкальными инструментами и несколько часов ритуалят. А, вы говорите ролеплей. Вот ролеплей. Шумно, шу-капец. Ярко, шумно, весело. эх. Там все свекется, оно все горит, оно все дудит, стучит, звенит. Это я просто гулял, гулял, а это, вы знаете, да. Тут я даже объяснять не буду. Да, 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 да. А туда сейчас проход как? За денежку. А, такой вопрос еще. А как это ты успел поймать момент, когда тут никого из людей не лазит? К открытию приехал в пять утра. Лайфхак. А у хозяина... Главное, чтобы не было таких журнурных и жестоков. Хозяин гестхауса говорит, слушайте, хотите, чтобы было не жарко, не было людей, давайте я вас утречком разбужу, мой братишка вас на такси подкинет ко входу и будет об счастье. Окей, окей, все. Там просто очень важно дружить с местными, в принципе, в любой стране. Если ты задружишься с местным, то будет тебе этих лайфхаков полная лукошка. Люди с людьми по-человечески тебя будут везде любить. Да, да, Вот тебе главный лайфхак. Тадж Махал меня не впечатлил. Вот после Узбекистана не зашло. В Узбекистане архитектура пишет. Тебя ты просто не должен показать там Узбекистан одним из ближайших раундов. Так строили просто Тадж Махал. Кто? В Узбеке. Династия великих могилов. Не, они просто там завоевали Полындию в свое время. Там просто была династия великие монголы, да, не путать с монголами, которые очень хорошо и далеко ходили с завоеваниями, в том числе на Индию. И там много чего позвоевали. Но потом пришли британцы и всех разогнали. Пришел лесник и да. А, у меня вот такие вот фотографии на слайдах есть. Красная мечеть, красная жопа маратышки, гармония. Коммунизм. Коммунизм в другом штате. Красная кралка. Сустричка там никого нет, сустричка там прохладненькая и можно делать клевые фоточки. Народ постепенно, постепенно подтягивается там уже ближе к полудню, к обеду. Но с утра никого это рассвет. Тадж, 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 тадж. Много таджа. Тадж. Я еще был в низкий сезон, поэтому народу было не сильно много. А вот это вот, знаете, ходили фотки по интернету, как на самом деле выглядит тадж-махал, что за ним свалка. Да, видели? И кого? Вот эта свалка, ну, то есть ее нет. Мир меняется. Свалки убирают. Страны оккультуиваются. По крайней мере, в убогих странах. По крайней мере, свалки убирают в убогих странах типа Индии, но не у нас. Не, ну, слушай, у нас тоже не все так плохо. У нас, смотря где. Вот, вот, очень сильно смотря где. Ты, ты живешь, когда живешь в одной стране, да, ты замечаешь больше минусов. Вот и все. У нас тоже есть позитивные моменты. Вот, продолжая. Нет, не настолько смотрю на страну, просто, что вот, не все у них так плохо, как кажется нам отсюда. Офигенно. Конечно, это красный форт, это огромная просто военная база, и она до сих пор военная база, частично, то есть там часть фритами туристов, а часть военная база. Это все время британцы построили, и там огромная просто фортификация, двойные стены, бастионы, но красота, красота и мост. На стране мы видим, архитектор был индийский. Ну, потом, да, девочка еще была, да, архитектор был местный. Мощная штука. А внутри сады, беседки, балконы, гарем. Куда без гарема? Пазл. Тадж. Вдалеке видно тадж. Военный форт с гаремом и цветочками. Офигеть. Война войной. А гарем по расписанию. Гарем по расписанию. Чуть дальше будет про самый большой и самый крутой гарем в Индии. Еще очень клево, мне нравятся форты местных. Такие-такие клевые, такие яркие. Красиво. Плиточка, резьба, резьба, плиточка, плиточка, резьба. А табличка там была, типа, не влезай, убьем? Ну, пожалуйста, держите дистанцию, там, балконы, чтобы с балконов не прыгали. Страховка от идиота. Это все форт. Это все форт. форт, 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 форт. 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 Фигаси форт. И еще один радиоперфекционист. А кого они там кормят? А, в урундук сидит, да, земляная. Это не бурундук, это пальмовая белка. Пальмовая белка, которая на местном называется Лена. Моя знакомая Лена там с этого орала какое-то время. Маменька моя Алена тоже это стебали в детстве ее. Вот это все еще форт. Форт, это чей-то, чей-то прах. Не знаю, кого ты генерала. Там подписано на местном я не транслейдил. Форт, форт, форт. В общем, о, кстати. Мы еще летучий горло. Воняет капец. Но удобрение хорошее. Местное, местное на экскурсии. Группа местных гуляет по фортам. Такие яркие. Клевые. Резьба. Я вот, знаете, мне нравится красивая архитектура, да, но я не задрот, я не буду там рассматривать это все, потом еще гулять, какой-то век, какая техника, как это все долбили. А есть люди, которые задроты, вот, они там, наверное, могут просто пару дней гулять, это все рассматривать. например, вот потолок. Охренеть. Ага. Если ты тебя как это делали, я думаю, руками. Охренеть. Ну, понятно, что они выгрызали. А это из камня? Да. Круто. Это красный мрамор, из которого сделан почти весь форт. А ее там просто дофига. Почему бы, да. А я просто когда-то читала про полые шары, по-моему, из кости сделанные, кажется, китайские. Наги. Поэтому, как? Это наги, ну, мужики со змеиными костами, наги. Так вот, полые шары, китайские. Про полые шары, когда читала, было невероятное кружево из камня. И вот этот форт местами напоминал. А, я понял, о чем. Да, да, видел форт. На уровне ты сам внутри этого шара. Это храм огнепоклонников. Ну, конечно, наверх уж. Конечно, всегда. А вот эта прикольная штука, это в Дели, которая называется, на самом деле, не Дели, а Нью Дели. Есть храм Лотоса. Тут вот такой пустой зал, ну, где пустой, который, идея в том, что это храм всех религий. Какой бы ты ни был веры, ты можешь прийти, посидеть, послушать, там, акустика нереальная, чихнул, эхо, ну, здесь не гуляет, вот, но он, типа, универсальный, потому что Индия страна многих религий. А снаружи прикольный, внутри ничего, стульчики. А, Дели, 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 скучный город. А внутри ты не фоткал этот храм Лотоса? Не фоткал там обычный зал, просто обычный зал, ковер на полу, и стулья стоят все. Очень символично относительно религии, типа, мы не будем вам навязывать, каждый свою в душе принес, офигенно. Да, 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 это отличная идея, мне тоже очень понравилась, я считаю, идея на миллион. Скучный, скучный город Дели, не Ю, Дели. Я готов к этой идее на миллион, не очень в ладах представителей многих из тех религий, которые там представлены. Факт. Тоже есть такое. Не создай себе. Ничто не портит религию, так как ее поклонники, да? Так это поклонники, скажем. Три-три-триумфальная арка Индия Эдишн. О, а стол обнимал? Нет. Зря. Мамка моя обнимала. Когда ей было... Я по Дели, честно, я по Дели немного пошлялся, мне он казался скучным, пыли, и я поперил дальше. Честно, столица такое. Город и город. Мамка моя справила шесть, ей тогда было, когда она стол обнимала. Там его, кстати, прикол, надо не просто обнять, а спиной к нему встать и обнять со спины. Я особо там на метро покатался, дикое нищение, в метро ребятки с мамбуками сидят, нормально. Мусульманство, мусульманство, но бабы с мужиками в одном вагоне даже. Да, почему нет? Там место для детей с людьми, с детьми, простите. Fall ladies. Я люблю показывать эту фотку, когда мне говорят про нищую Индию. Я всегда включаю это фото Дели. Про неразвитую страну, очень бедно. Я никогда не устал сарказмировать по этому поводу. Знаешь, по поводу страны, смотреть на нее по ее центральному городу и центральному улицам, это довольно забавный момент. Я когда-то прикалывала, что я путешествую по времени без машины времени. Когда я ходила на работу на окраину города, впечатление было, что лет на 50 назад. И возвращалась в Центр Харькова. Сейчас тебе в рамках одного Дели будут телепортировать на 500. Легко. Запросто. Ну вот просто поймешь, а потом возвращалась в Центр Харькова, ух ты, я в реальности, а потом поехала в Киев. Ух ты, я в 21 веке. Так что забавно. Вот это современная Индия. Это современная Индия. Деловая, офисная, айтишная. А вот мы идем в 15 век. Вот мы пришли в 15 век. Специи, 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 специи. А, блин, я где-то потерял наверное фоточки. Ну короче, там есть рынок, типа старый рынок, и там 15 век, там мужики на спинах с голыми торсами там мешки кягают, на улицах прям костры и все такое, всякое айнене. Специи, 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 сука, павлины. Павлин. Тоже священная птика. Да нет, птица не священная, птица просто орет. А они там совсем как священная, просто священная. А они там совсем как голуби, и они зараза так орут. Ё-моё. Как в Мэнхаузене, спой птичка. Я боюсь, тебе с индюками тоже не понравится в Америке. Индюков я тоже не очень люблю, но павлины это что-то с чем-то. Они прям под окном отогнезтились, у них было гнездовое дерево, зараза. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Это прекрасный город Джайпур, который строится прекрасно в штате Раджастан, в Индии. Штат Раджастан, который самый интересный, самый насыщенный всякими истормистами, самый яркий, самый, 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 самый. Если выбирать, куда поехать в Индии, если у тебя есть неделя-две, то нужно ехать в Раджастан и там 3-4 города смотреть. Это Джайпур. Там Кока-кола выбита на стене? Да, это какая-то старая реклама. Эклектика. Хренаски рекламы. Индия, это эклектика. Это старый город Джайпур. Рикши. Да, это одно из немногих мест, где они есть. Но это для туристов. Это для туристов. Сами индийцы так давно уже не передвигаются. Нафига, если боги дали нам автомобиль и мопеды. Для туристов, да, для туристов. для туристов можно на лень. Зацените, это просто город. Просто в городе. я просто ходил и фоткал на улицах. Да, ну, в Саре, конечно, одежда охрененная. И, кстати, вполне возможно очень удобно. Я по лесу четыре дня как-то высела на игре в Саре и было весьма удобно. Ну, главное научиться его правильно заводить. Верю. Вот у меня тоже впечатление было, что это же неудобно, потому что очень люблю накидки, но вечно они красиво летят, но разъезжаются. А может, эти метры ткани правильно уложить, ну, в складки там завязать все это, но потом, ну, просто песня. Плюс еще много способов их разных завязывать. Ну, я вот в настоящем индийском Саре четыре дня по лесу гойсала, и, честно, не могу сказать, что это было самый неудобный прикид. Очень интересно попробовать, но это надо, чтобы кто-то показывал, наверное. Хороший фото самому нравится. Это старый город, старый город, вот, вот он, дворец ветров. Ветров? Да, дворец ветров, гарем. Это бывший гарем. Инфиг. То есть, это каждая келья, это отдельная комната, да, получается? Нет, там внутри цельное помещение без перегородок, там будут фото. Это просто наложницы попросили султана, что мы хотим, типа, нормальный обзор на улицу, и он им забавахал, берем с тысячей окон. Enjoy. Наслаждайтесь. Ну и вентиляция хорошая. Поэтому, собственно, дворец ветров. Вот такая штучка. Да, программное инстафото. А вот я, это тоже, это фото из кафешки на другой стороне улицы. Это с балкона кафешки. Офигеть, как игрушечный. Ага. Офигеть. Вот. А это я просто, это просто по дворам шарился. А куда ты залез, чтобы такой ракурс получить? Через дорогу кафе. Просто через дорогу кафе в многоэтажке. На крыше, что ли? Игрушечка. Нету. Просто кафе. Просто, да, он с такого ракурса совсем выглядит таким каким-то крошечным, миниатюрным. И не сам. это работа детали мелких такая. Офигеть. Да, он клевый. Не зря это сутанские заказы. Дальше будет внутри это просто дворики, просто дворики, просто дворики, маленькие дворики. Одесский дворик, только индийского, одесский дворик индийского пошива. Кстати, да, похоже. Соглашусь. Индийский дворик, да. Вот обычные дворы. В архитектуре ребята умеют. просто, просто по дворам ходил и форфлосал. Мне кажется, если ты не фанат этой культуры, то туда, кроме как ради архитектуры, больше незачем ехать. Ты что, кухня, 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 она такая офигенная. Хочешь гастрит быстро, езжай. Да, вот я не знаю, стереотип. Кухня офигенная, если твой организм нормально переваривает такое количество специй. Ты говоришь ноу-спайси. Ты говоришь ноу-спайси, и тебе всего лишь потом хочется в нем плеваться, а не изрывать обоих. Ни фига подобного. Вот вообще ни фига подобного. И тебе делают пресные обочные. У меня друг, который, у меня друг, который как раз говорил ноу-спайси, и, в общем, после Индии, он перец не воспринимает вообще. Странный человек. Опять же, есть северная Индия, в которой кухня ближе к непальской, в которой вообще пресная еда. Есть юг. Вообще, чем дальше на юг, чем дальше на юг, тем Индия ярче и более пряная. На северном... Потому что пряности хорошо обеззараживают еду. Именно так. Совершенно верно. На севере спокойненько, довольно бледненько, к Непалу поближе, там поспокойнее, кухня пресная довольно, на юге, там самый такой, эх, концентрат. Разве или подтверди миф... Сейчас, можно я на это? Разве или подтверди миф насчет чая? Я помню, что ты больше по кофе, но ты не можешь... Масала? В смысле, что чай в Индии априори с молоком. То есть, если будешь нормальный плод. Стало быть, это правда. Как потому, что британцы принесли, да, и ты говоришь, чай без молока, но я в смысле без молока, ты чё? Как это без молока? Может, ты имеешь в виду без молока, в смысле, там, не половину молока, а треть молока, да, 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 ты же это имеешь в виду, да? Может, я водички налить в стаканчик тогда? С молоком и специями. Молоко и специями? В чём прикол? Зачем? 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 В традиции. Ну, типа, до сих пор. И, по сожалению, на кофе, ты кофе же не в тебе, чтобы в Индии нравиться. Насчёт британцев, кстати, был смешной анекдот. Я читал книгу одного индийца, историческую книгу, когда британцы вот колонизировали Индию, и какой-то индийский условный там Равшан, да, приходит, работал на британцев, в какой-то организации приходит домой вечером к жене и говорит, прикинь, эти варвары, эти варвары белые задницу бумагой вытирают. Ну да, бумага дорогая. У них там просто везде, везде, в Азии, на Востоке просто эти, беде, беде. Да, везде. А что там на этом, на входе, если ты имеешь привычку носить с собой полотенечко? Там две газели. Две газели, под ними тигр и корова. Тигр и корова. А, а что они? Вспоминается знаменитая индийская игрушка тигр, пожирающий британца. Очень популярная была в своем деле. Хорошо. Серьезно? Поверь, у нас была страна битвецкая армия. Хорошо. Сколько птичек, ях. Засрана все. И не павлины. И не павлины. Это голуби? Да, это голуби. Тебя очень тихо слышно. Подсмотрю на фотографию, понимаю, как там тепло. Тепло. Тепло, факт. Тепло. А вот это внутрь этого дворца ветров. Это внутренний двор. Такое впечатление, что на внутреннюю отделку не хватило бабла. Просто внутри зачем заморачиваться. Он большой, он там в разные эпохи достраивал. Это тоже внутренняя штука. Не знаю, зачем, но фоткаться прикольно. И да, я подбирал одежду под цвет города. Еще вопрос. В этих всех местах как насчет ароматизации в смысле благовониями? Опять-таки стереотип, что в таких местах всегда сильно пахнет благовониями. В храмах, да. Это дворец, музей, нет. В храмах пахнет благовониями. На рынках пахнет бедствиями. Блин, надо свою запалить. Внутреннее. Вот это с крыши. Нервная аллергия. Вид с крыши на внутренний двор. А вот это треугольная штука на заднем фоне. Кто угадает, что это? Это призывалка к этому? Не-а. Ну, типа минорета. Не-а. Не-а. А нафига тогда там горка? Это часы. Что? А-а-а. Понял. А-а-а. Да-да-да. Не расслышали. Что? Часы. А-а-а. То я услышал. Так, я сейчас запалю благовония. Кому будет мешать, говорите, потому что... Это солнечные часики. Вот. Офигеть. Ну, я в ебеня поехал, да, в село. Где там свинки просто так ходят. Кабанчики, да. Кабанчики. То есть умирать на улице не желательно. Но, в село, но, но при этом. Даже на английском, офигеть. А потому что английский второй язык в Индии, потому что в разных штатах разные языки, английский универсальный. Все равно могли бы хер положить. Там просто очень активно борются с этой стереотипной антисанитрией и очень активно приучают население к тем же смарт-туалетам. Но приучают нормально, как в нормальной стране. То есть не ставят там какие-то сараи с дыркой в полу, да, а сразу вот такое ставят. Да, в селах. Вот. А как раз 50 лет назад это вот та самая проблема. Шел-шел, на улице присел, пошел дальше. 50 лет назад, да, и сейчас где-то в глубинке может есть. Но с этим очень активно борются. Это я просто поперлся в глухомане ради вот этой штуки. Это колодец. в смысле зеленого цвета? Нет, это может и есть. Но это просто сухой сезон. Это сухой сезон, поэтому там вода застоявшаяся, а в сезон дождей, когда там вода нормально набирается, его чистость. Это просто не сезон. противидно, как водичка поднимается уровнем. Угу. Это меня атаковал козел. Он реально меня атаковал там. Он решил, что ты посягаешь на его территорию? Возможно, но очень активно меня атаковал. священный, наверное. Колодец. Храмы, 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 храмы. Табимана, а не флором. Не что ты рассказываешь, это Табимана. Затаки. Все, полетел. Все, красота. Я такие замки из песка помню делала на речке. Там тоже была лепенина. Нет, знаешь, когда там делаешь такую грязючку немножко жиденькую, и когда на солнышке начинаешь ее выливать горочками, она тоже такая становится. Ну, всегда. Это тоже личное животное. Нет, это город Джайсалмер, золотой город, который на самой границе с Пакистаном. То есть, в этом городе я впервые услышал звук пролетающего одного истребителя. Да, не в Харькове три недели назад, а там в Джайсалмере. Потому что они там порвали на границе. К такому сложно быть готовым. Не, ну хотя бы звуки знакомые. Звуки знакомые, да. Туретическую достопримечательность смену караула смотрел? Мне было в ломбду ехать. Меня заломало. Рекомендую погуглить всем, это просто очаровательно. Я немножко присыщен такими штуками, поэтому иногда мне лень, каюсь. Вот, а это верблюды, там просто в Джайсалмер, город в пустыне. Реально, пустыня Тар, большая, и посреди нее стоит город, город-крепость. И там проводится знаменитая ярмарка верблюдов. Вот все индийское. Это так, это просто ларечек с верблюдами, да, а в сезон туда приезжают куча-куча-куча верблюдоводов, верблюдоводоведов, не знаю, короче, людей, которые торгуют верблюдами и устраивают там скачки на верблюдах, конкурс красоты верблюдов, торги верблюдами. В общем, в верблюжьем в канале верблюд конкурс. Такой маленький прикол. Одним из поставщиков верблюдов в Азию является, угадайте с трех раз, кто? Австралия. Окей. Джай Саумер. Красиво. А, стопе, стопе, стопе. Я, ребятки, я города попутал, это Пушкар, но все равно вам они о чем это не скажут. Ха-ха-ха. Пушкар. Пушкар знаменит тем, что там есть священное озеро, на берегу которого сожгли Ганди, когда он умер. Да, это Пушкар, я попутал, сорян. Название, вот, священное озеро. Это набережная. Да, это набережная. Это набережная. А, просто вот пол как в здании реально. Ну вот, ощущение. Нет, это, набережная. Что за гора? А, какая-то гора. А, вообще без понятия, гора. А-а-а. гхаты, коровы. Но вот эти балконы, а-а-а. Кайф. Вот, а еще Пушкар известен тем, что там много израильских военных, которых отправляют туда на релокейт и отдохнуть после дежурства на пакистанской границе. Священный закат на священном озере. Священные храмы, священная корова, священный город Пушкар. Вот он наряду с Варанаси, один из священных городов Индии. Ганеш. Ганеш. И еще Ганеша везде. Ганеша тупо везде. Ну, самый, самый такой попсовый бог. Просто двери. Потому что могут. Пафосные и на каждый день. Двери в дверях. Так, я опять. Что-то у меня раз в какое-то время, раз в какое-то количество фото, они перестают листаться. Беда, беда, огорячение. Промо-версия. Возвращаем, возвращаем. Вернемся к нашим верблюдам. вы ничего не видели. Что? Кто? Продолжаем. КВН. Верблюда. Жиночки из церкви. Жиночки из церкви. Типичная картина. Церква. Это просто дома. Там просто очень красивые дома. Я ходил и фоткал дома. Ходить и представлять, вот каково здесь жить. Фигительно. А этот чувак местный художник Кикассо. По аналогии с Пикассо. Местная звезда. Сам рисует, сам продает. Индийская свадьба. Пела и плясала. Ай-на-не-на-не-на-не. Вместо Ай-на-не-не. Обязательно этот атрибут мотороллеры. Куда же без. Сахарный тростник. Давят. Давят. Я просто людей фоткал. Люблю иногда пофоткать людей. Иногда получаются вот такие вот прикольные кадры. Скамейка класса. Интересно, вот что написано. Реклама. Взял, обломал. Извините. А это... Это самый фотогеничный и самый грязный город в Индии, в котором я был. Джатхпур. Синий город. Вот с крыши он смотрится офигенно. А вот когда спускаешься на улицу, там пиздец. Местные говорят, что это город брахманов, которые забыли свою касту. Ну, наследие Британии, понятное дело. Вот. Синий город. Но на улицах там не очень. Ну, как Запорожье, в принципе. Ну, я бы поспорил, ну ладно. Крым. Синий-синий-синий-синий-синий-синий. Белки. Белки. Лена. Лена. Крым. Вот. Это классно. Какая прелесть. Любопытный зверек. Да. Ну, вот так. Это травмный зверек. А синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий- Я кого-то слышу вдали, Даня, это ты говоришь? Тебя очень тихо слышно. Данил спрашивает про кастовую систему. Она присутствует. Насколько я знаю, официально уже отменена. Да, официально отменена, с этим пытались бороться. Ганди, которая, Индира, с этим пыталась бороться. И Махатма пыталась с этим бороться. Но это настолько въевшаяся вековая традиция, что современные прогрессивные индийцы этого не придерживаются. Но есть места. Там даже если кидается объявление на сайт знакомств, что очень популярно, там сайт именно поиска, Брайха, то все равно. Типа, мы, конечно, касту не поддержим, но если что, мы вот из такой касты. Ну да. То есть это как бы, ну, его как бы нет, но как бы есть. Это называется... Я в гороскопы не верю, но я козерог. Да, да, да. Я динозавр. Нет такого гороскопа. Ой, можно подумать, другие есть. Форт. Просто очередной форт. Фортов по Индии. Фортов по Индии просто до хрена. Потому что воеваки эти ребята умели и любили в свое время, и было с кем. Тут понастроили. Симар, ну ты сам сказал, что смотрел Бахубали. Ты что, не знаешь, какие у них войны были? Естественно, форты строить вы приходили. Видишь, как они там сигали? Сам видел. Документалка все-таки. И на конях дрифтовали, да. И слонов перекидали. Да, да, да. А это, кстати, очередной какой-то шейх, шах, султан. Очередной любовницей решил отгрохать гробницу, чтобы все завидовали. Чтобы народ смотрел и завидовал. Отгрохал. А народ это сам устроил. Ну, круче всех, конечно, тут постарался чувак, который так же построил, да. Но остальные тоже выюжились как могли. Хватит завидовать. А вот это уже Джей Салмир, да. Вот это тоже желтый город в пустыне. Это уже он. Город-крепость. Вот он. Самый крутой город в Индии, на мой взгляд. Да, это все пищник. Ну, выглядит аутентично, Николай. Ну, это панка ЮНЕСКО. Сохранен, там нельзя новостроить, строить. Но он очень крутой. Сейчас будет очень много фото желтых домов. Синий, теперь желтый, все логично. Да, в Раджастане цветные города, потом будет белый год. Да. Вы видите Пакистан. Вы наблюдаете закат над Пакистаном. Вот такой вот короточек. И электрощиток в Раджастане висит. Потому что ничто человеческое. А это все резьба по камушку, по ручками. Сейчас будут... Ну, это уже новые районы за пределами крепости. Вот, балкончики. Ты на них людей видел? А то как-то они всегда выглядят как просто музей. Так это законсервированная часть города. Это старый город. То есть там есть немножко отелей, кафе и все такое. И это стены форта. А вот сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Вот здесь я людей видел, потому что это... В таких зданиях, не во всех, но во многих отелях. Боюсь узнать цены. Прикол в том, что во многих странах Востока и Азии цены на такие отели ниже, чем на современные. Логика такая, зачем, кто, какой дурак будет платить большие деньги за жизнь в каком-то старом доме. А, на ценовке с гейконами, в принципе. Ну, логично, для них. С другой стороны, блин, мы в леса ездим, чтобы пожить хорошо. Я так в Узбекистане ночевал там в медреса исторических, там, 15-14 века. И потому что это был самый дешевый отель. Немножко другая просто логика. Это шахлинеть, сквозные узоры. Местные кумушки. Да, да, да. Балконы, балконы. Это внутренняя часть крепостных стен. Вот такая панорамка. Ну, вот, вот, жилые здания. Охренеть. Не, вот все-таки, как это все строилось. Это шо, ну, блин. О, пошла красота. Это купеческие дома, защиточные. И вот представь себя в этом доме, только смотришь на улицу, а там вот раннее средневековье, или, ну, спускай, средневековье индийское. Маркобесия и джаз. А камни все помнят. Вот такие вот дворики. Помню в таких случаях, главное на первый этаж не спускаться, чтобы в нечистоты не уступить. Возможно. А это я в пустыне поперся. А кого там сожгли посреди дороги? Кого там. Возможно, это просто стоял джип, и с него капался, да. Лучше, думаю, что там кого-то сожгли, так прикольнее. Можно рассказывать страшные истории. Самое неудобное ездовое животное. Ты знаешь, как у них из детства устроено? Булавка в мост. Я знаю, как на этом ехать. Спасибо, мне хватило. И окончают, что ненормально вот туда-сюда. Он, зараза, жесткий. Ответительно. Книжка есть, австралийская путешественница. Там дороги никогда не заканчиваются. Чешусь такая. Она, в общем, Австралию проезжала вот через секунду. Ну, кстати, фильм тоже весьма неплохой. Да, я фильм смотрел. Но книжка мне больше зашла. Пустынь. Там про верублюдов просто тоже очень много ласкового сказано. Тебе понравится. Окей. Под пастушья будто. В таких местах приказывают. Блин, там еще и скот пасут. А, да. Кос пасут. Пустынь. Пустынь. Верболюды. Желтых штаммов не нашлось. Верболюды. Ну, блин. Какое красивое животное. Они ж охрененные. У тебя специфические вкусы на животных. Они отличные. Ты, ну, в принципе, ты их гладил и мордой им щупал. Они охрененные. Я, знаешь, я людей не очень люблю. А куда уж там о животных говорить. Ну, как бы обычно наоборот. Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю животных. Тем больше люблю зомби. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю зомби. Есть такая песня. Волк, а зомби, зомби, зомби. А вот тут снимали Джеймса Бонда. И это Белый город. Вот тут Бондиану снимали. Белый город Удайпур. А тут корабль или остров? Остров и возле него корабль. Ну, я просто Бондиану не смотрела. Я большой поклонник Бондиану. Поэтому я очень люблю бывать в местах, где-то снимался. Из Бондиану мне нравится единственное шункунери. Ну, то какое. Ну, вот городок, 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 городок Удайпур. В принципе, на этом месте я сдулся. На этом городе я понял, что моя впечатлялка на Индию уже забита. В меня уже не влезают новые места, новые города, новые храмы, новые впечатления. И я взял билет на Шри-Ланку. И потом еще проехал пол Индии. Да, потому что до аэропорта, откуда был самолет, там еще было полстраны пилять. Так получилось. Так, то есть нас еще ждет Шри-Ланка. На Ланке три месяца живут. Я там прям поживаю. Там клево. Вот. Вот на Удайпуре я закончился. Просто мы изначально, изначально на два месяца по Индии, было в планах 20 с хером пунктов. В какой-то момент мы поняли, при том, что мы работали. Мы поняли, что такой ритм – это нереально. Это ты сдохнешь просто. Поэтому сократили до 12, по-моему, пунктов. Но все равно это было too much. Это каждые дни пять менять локацию. И в какой-то момент я все просто... Поэтому я на Ланку прилетел на месяц. Но в итоге продал визу. Осталось на три месяца тупо валяться на берегу океана, работать, плевать в небо, серфить, пить кокосы и расслабляться. На Индии... А в чем заключалась скорость вашего тура голопом по Индии? В смысле, у вас виза была на какое-то ограничение? Виза. Индийская виза очень сложная. И индийская виза дается на срок от одного до трех месяцев. Как тебе повезет? Нам повезло. Среднее дали на два месяца. Это рандом. Ты не угадаешь, насколько тебе дадут визу. Было два месяца. Да, хотелось посмотреть, как обычно, побольше, побольше, побольше. Но на Индии все. На Индии этот формат путешествия закончился. Потому что себе дороже. Вот так вот менять каждые пять дней локации, новые города. Ты просто в какой-то момент не успеваешь это все переваривать. Дико устаешь. При этом еще до Индии у меня была с работой соусоу. Но ее было не очень много в Непале, как раз перед Индии. И мне пришел большой хороший заказчик, секс-шоп. И там была очень большая плотность работы. Было очень много заказов. И я понял, что невозможно совмещать темп голопом по Европам. И при этом нормально работать. Так как зарабатывать хотелось. На то время уже долгов нахватался. Потому что вечно не хватало. Там заказчик слился. Там заказчик задержал ЗП. Там что-то где-то переплатил. Поэтому вышла в приоритет работа. Денег все равно не хватало. Периодически. А есть ли такой формат, когда ты живешь, выбираешь какое-то место для жизни, вокруг которого есть куда поездить по выходным, скажем? Да, это идеально. Я так жил во Вьетнаме. Это идеальный формат. Но, к сожалению, не каждая страна для этого подходит. И не каждая страна настолько дает визу. Не в каждой стране так просто с жильем. Ну, в общем, вот так в Вьетнаме было. И на Ланке. И это было идеально. Мы снимали жилье на Бали. Снимали дом, квартиру. И на выходных катались куда-нибудь. На выходных. И там раз в месяц на 5-6 дней. И типа в формате отпуска. Это, да. Это вот тот формат, который, я думаю, для себя путешествует дальше в таком формате. Симар, смотри. До заявленного окончания времени до 10 часов 17 минут. Как насчет баек? Что это такое цикало? Что тебя сильно впечатлило? Вот с той же... Ну, с учетом того, что тема сейчас Индии. Вот именно по Индии. Когда там тебя обезьяна покусала? Про козла ты уже рассказал. Обезьяна? Нет, обезьян я боюсь. Обезьян я стремаюсь. Потому что они очень агрессивные. И они реально могут кинуться, покусать. Я стараюсь обезьян избегать. Это я вот фоткал издалека. Это напротив отеля. На крыше свешивали с ветки яблок. И обезьяны лазили на крышу тырить яблоки. И периодически выходила индийская тетушка со шваброй. Их гоняла. И они снова приходили. Наблюдать за этим было очень весело. С учетом нелюбей к обезьянам, наверное, действительно очень... Не люблю я их. Они дурные. Они в меня стаканом кидали, блин. На балконе оставил стакан стеклянный. Вращаюсь домой. В меня стакан летит. К счастью, не попал рядышком. Но все равно. Не люблю я обезьян. Но осадочек остался. Но осадочек остался. Про Индию, честно. Прибаты они вообще такие... Да. Особенно у самки с детенышами. Это вообще звездец. Лучше обходить десятой дорогой. Я же матери. Да, да, да. У них инстинкты работают. Лучше реально обходить. В широкой дуге. Вот. Насчет Индии. Во-первых, я тоже... Естественно, у меня были какие-то стереотипы. Естественно. Сейчас давайте я... Чтобы меня было видно, да. Естественно, у меня были какие-то предубеждения. Я начитался каких-то тоже каких-то блогов десятилетней давности. Каких-то там книжек, фильмов. Посмотрелся и думал, вот сейчас будет жесть. Сейчас будет жесть. Там грязь, санитария. Я приехал. Река Трубов. Река Трубов, да. Я приехал. Я этого не увидел. Ну и я... Я признаю свои ошибки. Я признаю свои заблуждения. А вот аудитория в интернете это не очень любит. И меня всю Индию... Меня закидывали комментариями, что да то ты не там, то ты не в том городе, не на той улице, не в том штате. Вот я-то знаю. Да это все фотошоп. Да это все фейки. Вот я-то знаю, что на самом деле там вот так. Это дико бесило. Просто дико бесило. Потому что я не хочу и не люблю сознательно давать шок-контент. Я не люблю хайповать на стереотипах. Я не люблю людей, которые так делают. Которые специально выискивают. В каждой стране, в каждом городе что-то там курино. Там, не знаю, свалку и там снимают. Типа вот смотри-ка, смотри-ка, смотрите, какой кошмар. Я это не люблю. Ну, ломают стереотипы, что-то таки интереснее получается. Если ты ломаешь стереотипы, да, то тебя начинают хейтить просто в комментах. Много и часто. Потому что почему? Многим людям очень неприятно осознавать, что многие места на планете лучше, чем то, где они живут. Очень приятно думать, что везде вокруг дикари, чурки, необразованная грязь, нищета. Это возвышается. Ты тогда поднимаешь себе самооценку, да, ты белый человек в цивилизованной стране, а вокруг все дикари, хохлы, чурки. Вы поняли, к чему я, да? А когда эта сказка развивается реальностью, то это неприятно. Мало кто это любит. Я в Индии до этого именно дошел. А насчет баек. Очень интересно в Индии с автобусами, например, что ты покупаешь блядь на автобус, и ты никогда не знаешь, где у него конечная точка. То есть конечная точка в каком-то городе определенном, но где тебя высадят в этом городе, то есть на окружной, на вокзале, если очень повезет, где-нибудь просто на улице, никогда не угадаешь. Меня так в Мумбаи высадили под Мумбаи, под городом, и пришлось вспоминать автостопное прошлое, стопить, но тоже там попозил мужик, он такой, а у вас точно нет денег? Ну, уже европейцы. А может это карточкой? У меня терминал есть. А, или Пейпал? У вас же точно есть Пейпал. Давайте вы на Пейпал скинете. И он так всю дорогу, а точно нету, точно дядя, точно нету денег. СРП задерживают, опять классика, денег нету. Но он всю дорогу спрашивал, нет ли денег. Вот. В целом Индия куча-куча-куча стереотипов разбила, именно и дала много инсайтов, пониманий. Мне кажется, Индия лучше всего описывает билборд, если в Мумбаи. That's India, baby. Love it or leave it. Ну, то есть, не нравится, вари нахер. Блин, все бы это понимали и осознавали в полной мере. Страна, страна контрастная. Тот же Мумбаи, там вот тебе высотки-небоскребы, и под ними там нищие с переломанными, специально переломанными руками-ногами, чтобы больше жалости вызвать. Профессиональные нищие. Профессиональные нищие, да, гильдия нищих. Я же говорю, какой роли-плей, зачем? Можно просто по миру покататься. И тут вот жиночка в душе сари стирает, а через дорогу офисные клерки в кахмаренных рубашках идут на работу. Это все Индия. Есть север прекрасный, где вот эти храмы. Блин. Сикхов. Такие ребятки, которые... Боевая каста, которые обязательно при каждом ночь, они все такие воинственные. Нож, борода, чалма, красная точка и что-то еще пятое, что я все время забываю. И что-то пятое, да. По-моему, заколка, если я правильно помню. Нет, по-моему, вроде не заколка. Но не помню, надо погуглить. Ну вот да, нож, борода, чурбана, это я помню. И какие-то еще два, это будто, да. Красная точка. Точка, да. Точка, да. Вот. Я в какой-то момент понял, что Индию, мне кажется, за одну человеческую жизнь понять и познать Индию невозможно. Просто невозможно. Ты каждый раз будешь сюда прилетать, приезжать в разный штат, в разное место. И она будет разная. Абсолютно разная. Я настолько, настолько разной страны в этой жизни не видел. Настолько прекрасной, настолько отвратительной, настолько богатой, настолько бедной. Но я могу бесконечно говорить об Индии, потому что она меня поразила. И не в плане там шок, шок-шок контент, а в плане, и не в плане, что есть тоже такой стереотип противоположный. А от стереотипа про нищую Индию, да, есть стереотипы, потому что все такое возвышенное, просветленное, духовное, ведическое. Это тоже не так. Истина, где-то посредине. Вот. Ну, это просто самая яркая страна. Самая яркая страна, которую я видел. Да, не всем это зайдет. Да, там есть специфика, там ароматно, там, в большинстве, шумно. Шум – это неотъемлемая часть Индии. Уличный шум, гам, крики, песни, разговоры, петь, петь реально индийцы очень любят, потому что бывало такое, я вот когда, я в Индии еще не водил, да, и там, в том трафике водить. Не, вру, я пару раз в Индии водил, но это были отдельные села, спокойные. Вот. А так я просил обычно куда-нибудь мне отвезти хозяина жилья, вот, и обычная картина, ты едешь, тебя везут, и он там за рулем поет на всю улицу, и люди стоят вдоль дороги, там что-то, подпевают, там куплеты подхватывают, если скажем, реально. Они реально очень это дело любят, или в автобусе сидит чувак в наушниках, и тоже там в сух, что-то там подпевает, качается, любят. Здесь автобус за ним начинает, ну, утрируя. Такого не было, да, но любят это делать. Я видела в индийских фильмах, так оно и есть, так что врешь, ты все, это фейк. А еще не танцуют, даже со слонами. Сейчас я покажу самый отвратительный город, самый отвратительный мегаполис Индии. Мумбай, мать его. Ужасный город. Нет, сначала я покажу мой хваленый Гоа. Или Мумбай. Нет, сначала у меня был все-таки Мумбай. Фоточка, которая прямо отображает мое настроение первого дня в Мумбай. Вот. Нет, нет, нет. Это фотография умышленно, черно-белая. Да. Кстати, вопрос, вы сейчас видите только фотка или фотка и я? Что мы видим над списком этого, над списком чата? Ну, сбоку. Понял. Да, нормально, не, ну, в смысле, в основной картинке видна. Не, я... Фукуруза, что ли? Подражается. Да, Фукуруза. Ну, у меня абсолютно пополам экраны и фотки. А ты с телефона я снова... Кристина говорит, что у нее пополам экраны, но я так понимаю, она с мобильного, я снова-то у меня в полном мире. А что-то в попеке был, суп, что ли? Карик? Суп. Суп, 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 суп. Суп. А если нажать на вот эту вот половинку, где фотки, то она увеличится, и фотка станет на весь экран. Это я про телефон, если что. Мумбай. Мумбай. Что ты не нашел? Блин, я сейчас поняла, что на предыдущей фотографии я как-то первый раз заметила колдобину на дороге. Хотя вроде обращала внимание. Я тоже в Мумбае впервые заметил колдобину на дороге. Коза и кокосы, да? Кокосы. 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 Какая-то загоревшая насекает настоит. Зачем? Почему? Что? Что? Если вам это вообще? Мужик ножи точит. Точильщик. Это что же такое этот колоритный момент? Точильщик. А это сталинитый вокзал Виктория. Самый знаменитый объект. Они англичанцы ли устроили? И не в честь англичанской королевы назван. Попадение? Не думаю. Вокзальчик. Вокзальчик. В Мумбае лучше смотреть из окна такси. Из окна такси он норм. Странно, но чем-то Одессу напоминает. Ну, лично мне. Ну, не знаю. Что? Ну, разве что здесь. Да, походу, там похоже на Одессу. И мне одной. Ха-ха. Ну, ладно. Ну, ладно. Это я на привозе фото о пальму дорисовал. Ну, так кафешка Леопольд из Шантарама. Генделек-генделек. Но попал в книгу. Цены на общий пит? В этом кафешке, в этой кафешке межсредних. А уличную еду рисковал? Рисковал? В Индии местами. Если видел, что там люди покупают там многое и все нормально там готовится нормально, не стремно, то покупал. Если ты видел, что там трошак какой-то, то не покупал. И уже готовые продают. Обычная логика. У нас же ты тоже, когда видишь, что пирожки явно либо мяукали, либо гавкали, ты их не покупаешь. Как говорит сейчас моя маменька, кричали, смилуйтесь, полянинца, полянинца. Да, а это знаменитый отель Мумбаи, в котором были знаменитые теракты. Есть даже фильм такой, книга. Врата Индии, главный порт. У тебя так фотографии голубей летящих эпичные получаются. Мумбаи. Фоточки почему-то нарывают мысли о том, что там должно было быть холодно в этот момент. Ну это сезон дождей, но прохладно было. Как раз сезон дождей, да, а то сезон прохладно. Может, зонт. Набережная Мумбаи. Да, хотя бы я помню, ты потом рассказывал, что тебе в Украине было плюс 24 прохладно, так что. Ну да, ну да. Вот типичная Мумбаиская улица. Это уже, насколько помню, зажиточные квартиры в таких районах считаются та, у которой есть выход на крышу, чтобы там можно было потусить. Зажиточные квартиры в районах, которые вон там, видишь, вдали. Не, я имею в виду в таких кварталах, ну в бедных. Это просто один из двух самых криминальных я потом узнал, где я жил. Оказывается, в Мумбаи есть два пиздец есть трущобы, северные трущобы, но я там не фортул. И есть два пиздец-квартала. Квартал, собственно, криминал и квартал борделей. Я жил во втором. Это вот один из двух. Да норм, ты знаешь, норм. Мне норм. Не знаешь о стереотипе. Живешь без стереотипов, да? Да. Ну, на самом деле, вокалист моей любимой группы из Германии, он живет в Гамбурге в квартале Санкт-Паули, то есть там, где клубы, унц-унц-унц, ну и бордели в том числе. Я в Берлине жил в Кёнинсберге, и меня он так считает самый неблагополучный, неблагополучный и ужасный район. Мне очень зашло. Это вот все тоже, там же, да? Спешите скидки. Это Гоа. Это, сука, Арамболь, который в народе Арамбольск. Угадайте, почему? Боже, напротив борщ-бар. Прям борщ-бар? Да. Да, это Гоа. Вот одна из причин, почему я не люблю Гоа. Ну, собственно. А скалеи, да, фрин. Да, сплошные. Гоа. Пляжи Гоа. Так и хочется добавить процент, но... Совсем не баунтий картинка. Гоа. Вот самый знаменитый пляж Гоа. Так поржать. Типер, да? Астральные трубы, да. Я не знаю, что имел беду автор, но астральные трубы. Прану они качают. Прану. Возможно. Вот Гоа. Лагерь для беженцев на польской границе. Извините. Пляжи Гоа. Так, это главное на Гоа переместились. А время... Оно следующее. А, это ты затравку на следующий сеанс делаешь. Так, подожди. В смысле? Не понял. В смысле, что... Не, ну, ты просто описал регламент времени до десяти, я так понимаю, что не мешать родственникам. Да, я чуть-чуть-чуть-чуть. Да, я чуть-чуть затянул, потому что все равно уже на этом Индии почти заканчивается, я чуть-чуть дольше сделаю. Допоказываю Индию. Прекрасно. Гоа. Просто, чтобы родственникам твоим не мешали, это же тоже как-то нам не нужно. Собаки класс. Собаки твои не стерили. Я прямо на предыдущей фотке увидела всю радость на твоем лице. Так вот, продолжаем. Продолжаем. Гоа. 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 Каменюка выглядит как краб. А по мне это кит дохлый. Слушай, такой вопрос. Я тоже ожидала увидеть дохлую рыбу. Давай. У меня такое ощущение, что ты описываешь в Индии места, которые тебе не понравились, как раз из тех, которые ты заставал в сезон дождей. Нифига. Нифига. Я в сезон дождей был в Хампе. Это следующий пункт будет. И это одно из лучших мест в Индии. Удайпур. Очень хороший город. Я там застал началость с сезон дождей. Я просто на нем устал. Мумбаи. Просто отвратительный город. Гоа. На Гоа у меня были просто сверхожидания. Потому что Гоа разнохронированный. Гоа. Поэтому реальность этой ожидания минуснула сильно. Ну и просто вторая половина моего типа по Индии. Я был уже более уставший. И да, это влияло на впечатление. Но при этом Хампе не очень зашел, который вот сейчас после головы будет. Дожди. Я не скажу, что это большая проблема. Наоборот, прохладнее. Мусонов не было? Ну, не попадал на мусоны? Что ты имеешь в виду под мусонами? Ой, это короче, когда сильный ветер и сильный ливень, и все тебе это не на 20 минут, а на сильно подольше. Попадал пару раз. Ну, сидел, работал. Скажи, какой-то из восстановки маменьки. Перед с началом сезона мусонов бананы срезали. Ну, в смысле, вот, это ж не дерево, это ж трава, если что, злак. Их срезали под корень. Вот зачем? А чтобы их с корнем не выдрало. Да. То есть, прошел сезон, они назад повырастали, все зашибись. Ну, да. Прикол Гоа, он же католический. Гоа, это единственный штат Виндии, единственное место, где закрепились голландцы. И это очень видно по архитектуре. Остальную Индию там британцы захватывали. На противоположном берегу есть тоже одно местечко, одно такое маленькое, отдельное место, вообще как отдельная страна, которую французы захватывали. Не помню название, там название сложное. А Гоа, это голландцы. И по архитектуре, особенно по церквям, это видно. И да. Что за суп? Вопрос, как суп? Вимана. Они, кстати, в Гоа какие-то как игрушечные, не знаю, слишком яркие, там люди. А это Хампи. Хампи, это такой древняя столица до хрена древней империи, от которой очень хорошо сохранилось много крутых каменных стадий. большая территория и на территории куча всяких храмов, бассейнов, купалин, просто домов. Это все очень хорошо. Там не столько бассейны, насколько помню, сколько огромные каменные резервуары пресной воды. То есть, их строили во время сезона вошли. Они заполнялись, а потом она... И, кстати, вся эта империя гэпнулась после изменения климата. То есть, тупо засохло все вокруг практически. Ну, в сравнении с тем, что было до этого. Нет, ну, там есть резервуары, да, есть фоточки, а есть купальни. Именно царские купальни. Вот, ну, очень клевое место именно. Там, конечно, частично, частично там новострои. Некоторые там колонны новые реконструированные, частично прям древние. Ну, и реконструкция очень хорошая. Реконструкция прям качественная. Воссоздали, как было, и не всегда видно, что это новые штуки. корова. Комиксы. Смахивает на шумерские, только это вырезанное из камня. Шумерские на глине продавленные. Охренеть, я тоже. О, конечно, ну, как-то из него. Ну, вот мы там катались два дня, два дня, если там детально все с аудиогидом или с текстами ходить изучать, два дня маловато. Нужно дня три, четыре, даже. Там тоже охрана ЮНЕСКО, там нельзя, вот, резервуар для воды. О, я его как раз в фильме и видела. Ну, это там самый крупный. Очень похоже на храм из Маугли. Храмы из Маугли, это заросшие в джунглях этих храмы. Там отдельная с ними история. Кайф! Кайф! Да, очень крутое место, очень крутое. Мне понравилось. Вариация британского завтрака по-индийски. Яичница с бананами. Класс! Между прочим, была такая байка на тему общаги, да, все дела там, выползает, собственно, рассказчик с утречка на кухню, видит, стоит негр, значит, бананы жарит. А что я обезьяна их сырыми есть? я говорю, что, обезьяна, что ли, сырыми их жрать? Ну, кстати, жареные бананы очень вкусные. А я так это смотрю. Какие? В смысле, плантан, например, похож на достаточно эфиговую картошку, ну, в смысле, жареные в апрекере. Такой вопрос, а вот предыдущие фотографии, где гонишь, это ночью или просто в темно, ну, в сумерках рамок? Нет-нет-нет, это в помещении, которое без окон. А, это просто тоже охрененная фотография, тьма веков окутывает. А это просто глухое, вот такое вот, глухое каменное помещение, и там, конечно, стоит. И тут же жимки... Это что-то монахи сушат, видишь? Ага, памятник истории там 6-7 века и футболочки сушатся. Мир-то по расписанию. Ай, класс. Вот такие вот вещи офигенные люблю. Когда оно, вот тебе все показано и подписано, и на тебе гули дальше сам. Класс. Ага, еще места, где раскрыться, закаты смотреть. Да, это клево. Ну, в том же Белгород-Днестровске на каждой башне, грубо говоря, табличка, краткая историческая справка, и хочешь больше, гугл в помощь. Это правильно, это клево. Тоже, представить вот эти места еще заселенные. Офигеть. Крепота. Линган. Это линган. О, линган. Водичкой поливать. Ага. Или кровушкой жертвы. Тут уже, смотря какой праздник. Ага. Представь, ты представь на минутку какого-нибудь майского, ну, майянского этого жреца, поливающего тупой и эфу эту кровью индийский вин. Такой, сьюр. Ну, корево. Офигеть. Офигеть. Ага. Клево. Да. До него не многие доезжают, потому что это там в центре Юга Индии под Бангалором. Но оно просто стоит. Знаешь, а еще, видимо, повезло, что во время в сезон дождей были, что оно все вот это вот живое, в смысле, растительность повылазило. Все это, то что-то я смотрела вот эти вот все моменты, когда это там вот и с раскопок на этих местах, то есть там жарко, сухо, и вот вообще такое вот все мертвое, мертвое, сухое. А вот тут вот прям смотришь, ну, кайф. Да, вот здесь сезон дождей в плюс пошел. Да. Это, кстати, Хануман. Хануман и какие-то комиксы на стенах. А их, насколько помню, это типа описание, кто как сдавался на постройке храма, ну, то есть, грубо говоря, смета и... Донатеры. Кто задонатил. А это, знаете, что? Это стойбище для слонов. Да-да-да. Слоновник, конюшня. Слонюшня. Слонюшня. Слонюшня, определенная. Да, тут какой-то принц вот-то империи держал своих слонов. Ничего себе. Кстати, этот принц один из первых, кто разводил этих слонов в неволе успешно. Вот-вот нафига ему такие слонюшни. Слонов разводить? Не, ну, одно дело наловить их в дикой природе, а другое дело так. Развел, которых это. О, вот это же эти тоже колодцы. Ну, вот накопители. Да-да. А вот тут уже майя запахла. Да. Еда. вот так клевая лошадки. Вот смотришь, блин, и это все вручную. У тебя даже, блин, каких-то сверл не было. Ну, в смысле электро. Ну, да, ручками. Все рученьками, все рученьками. Все рученьками, все рассчитать, чтобы оно не упало и простояло хрен знает сколько лет. Да, там не самая сезонопасная зона, но тем не менее. Охренеть. В общем, передвижные они золотые. Я ходил с челюстью так по земле оволочил, да. А вот это вообще клево колесница. Колесница со слонами. Это, кстати, вот эти передвижные храмы, которые на праздники таскают. Это же изображение этого передвижного храма. Ну, блин, как клево сделано. Я просто в восторге. Это самая известная постройка этой территории. Блин, как клево сделано. Ужасный, ужасный индийский автобус. Атротичный, да. Не, я как-то катился, катился в простом... Это автобус? Прямо автобус, автобус, не поезд? Нет, автобус, это автобус. Охренеть. Я как-то катился по Индии в сельском бусике, в обычном сельском бусике, да. И там были куры-козы. Это был обычный сельской бусик. Между селом, мне было лень ждать до вечера до вот такого слипень бас ночного автобуса. Я думаю, что там два часа ехать, поеду в обычном сельском. Ну да, там были куры. В Украине тоже в некоторых сельских автобусах куры-козы есть. И в Армении, и в Грузии, и в Турции. Это хватает. Да ладно, я лично в Харькове в метро видела утку. Ой, сейчас в Харькове в метро не такое увидишь. Простите. Это было еще до войны. А вот ночные автобусы, вот слипень басы, они вот так выглядят, стоят чудо в среднем гривен 500 на 600-700 километров. И есть... Офигеть. Что хрена селом? Не хрена селом. А, ну да. Ну да. Хрена селом. Есть со шторочками такие, а есть прям с задвижкой с дверцей. Купе. Я просто гривен за 400 как-то в Запорожье из Полтавы. Фу, из Запорожья в Полтаву ехала, и это был сидячий. Правда, там был еще халявный чай. А, жил, кстати, вот под занавес насчет Индии тоже один из стереотипов есть, ну, наряду с тем, что там везде антисанитария, да, ты что-нибудь съешь, будешь три дня срать дальше, чем видишь, да, там поезда, вот такие все. Есть еще стереотип о том, что Индия очень дешевая. И этот стереотип, он перекликает с предыдущим, то есть в Индии ты можешь действительно заплатить какие-то копейки смешные и получить вот этот трешак. А можешь заплатить чуть-чуть большие деньги, реально чуть больше получить, просто люкс. Люкс-автобус, люкс-отель, люкс-ресторан. Просто, если ты едешь за трешом в Индию, да и не только в Индию, если ты стремишься треш найти, ты его найдешь. Кто ищет, тот всегда найдет. И в Индии это несложно сделать. Но это не означает, что там все такое. Ты можешь просто не искать специально треша, а искать без себя комфортные условия, там, передвижение, проживание, питание, и ты их тоже без проблем найдешь вообще. Ильмар, помнишь поговорку «Свиня болото знайде»? Да, 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 имеющее ощущение, что просто некоторые действительно, ну, и даже подкрепленное общение в Сунии, просто многие европейцы из благополучных богатых стран действительно едут в Азию за трешом, за приключениями, за Айнаны знаходят и потом просто разносят эту эту информацию. А вот чего хочет. Да, да, да. Илья страна богатая и на любой вкус. Абсолютно. Бананы. Парк, Чина и тот самый город, откуда цыгане пошли. Вот опять на этот похоже на Одессу. К себе тоже в Индии нормальная штука, там вот мужчины, женщины на улице проявлять чувства нельзя, а вот мужикам там за ручку, в обнимку там ходить абсолютно нормально, но видно, что просто хорошие друганы, бро, бро, бро. Вот. Очень много мужчин там за ручку, в обнимочку, за талию, за плечи, потому что мужская дружба. Тактильный компакт вещь полезная. Это любой психолог скажет. Ну, добровольный и взаимный тактильный компакт. Винди, кстати, с этим прямо его уж слишком любят. Я вот не люблю неплошные тактильные контакты, вообще не люблю, а в Индии это норм тоже при разговоре, если что тебя там приобнять, это норма этикета, не всегда комфортно. Говорят, одна из причин, почему Италия так сильно пострадала от короны в первые месяцы. А, да, у них же тоже, да, у них очень принято обниматься, при встрече, при расставании, просто, да, есть такое. Сейчас по этому поводу в Италии просто трындет, в плане маски, антисептики, там, вы мужика нормальный, он поднялся на прощание, если маски. Вы понимали, у меня в Мюнхене была пересадка, то есть мы пересаживались на автобус в Италию, и у меня ребенка не хотели пускать в автобус, потому что у нее нет теста, и она не привита, так как ей еще нет 14. на этом я буду потихоньку закруляться, если у кого-то какие-то есть там вопросы, пожелания, то можете мне их озвучить. Вопрос один, когда следующий сеанс? Только не говори суббота, пожалуйста, не говори суббота, игра, ну, словеско. Тут я не знаю, потому что я хочу поехать к себе домой на днях, немножко там побыть в тишине и одиночестве и выдохнуть. У меня нет света. Уже второй месяц нет света. Поэтому я просто... Мы смотрели, естественно, на самом как-то неудобно, но я думаю, я не одна в своем желании продолжить прослушивание таких лекций. Реально очень интересно. Я анонсирую следующую страну. Я выражу популярную, наверное, мысль, но безусловно офигенная идея, но немножко больше перерыва бы, наверное. Не успеваешь делать перерывы, да. Я тоже так думаю, что раз в недельку посмотрим, как она пойдет. Сейчас сложно наперед загадывать. Ну, хотя бы пару раз в неделю, допустим. опять-таки, как это будет удобно тебе в первую очередь. не мешает тебя благодарить. Реально огромное спасибо. Действительно очень интересно. Опять-таки, повторю, это не просто из вежливости, о, чувак, спасибо, было интересно. Это реально было очень интересно и прикольно. и вообще. Ну, я согласен. И дальше есть полный рост, честно. Опознай я страну по фото следующую. Я помню, что это по вулкану дедал. А? Я страну не помню, я помню, что это вулкан. Это вулкан, да. В Непале нет вулканов. Это, я просто думаю, мало ли, это не вулкан. Я думаю, что в какой-то там Индонезии вулканы. Ну, да, это яло. Ну, это Тихоокеанское огненное кольцо. Именно оно. Это знаменитый вулкан Инджен, мужика в корзине сера, которую они там внизу добывают, ломами выламывают, а на фоне озера соляной кислоты. Удочного сока, грубо говоря. И на этой прекрасной ноте желаю всем тихого и спокойного вечера. в серый поменьше. Да. Поменьше жены, как раз в игрушках. У вас там вроде сирена уже полчаса как орёт? Нет? У нас? Ну, да. Ну, там орёт мистер, поэтому им пофиг. Я в наушниках не слышу, да. Ну, то же самое, я увидела сообщение о том, своего чудного райончика. Ну, у меня из окна, в принципе, окружное видно, и там немножко горизонт и рогань. Вот. Выехали мы из Харькова, сейчас скажу, 8 марта. В общем, за 12 дней мы ни разу сирену не слышали. Пока я хочу. Честно, у нас со дня оккупации... Нет, они типа были, но, как бы, насколько я помню, сообщали городские власти о том, что часть сирен не в строю, то есть, они не работают, и поэтому в нашем районе они оказались нерабочими. У меня, собственно, там электротяжмаш рядом, то есть, его бы по-любасу было бы слышно. У нас нету сирен со дня оккупации, поверь, лучше бы были сирены. Я очень рада, что у нас нет почти сирены, у нас их не слышно. Насчет Индии, вот Кенуха в плане там и архитектура трошки, и именно быт интересно. Кенуха, кстати, достаточно веселая, может кто-то видел? Брат Баджангин. Такая вот прям веселая. Ну, я напишу в этот, выдох, то есть, кому-то текабо, посмотрите. Я смотрела, и мне лично понравилось. Это на волне Бахубали, решила, что-нибудь индийское посмотреть. Ну, Бахубали, конечно, это вне конкуренции, но такое. Ладно, Семар, А я потом выхожу. Спасибо. Спасибо большое. Я вам очень хорошо. Пока. Пока.